Да знаете, если честно, ваш Семён Петрович, блядь. И да ваааа! Огонь! Вы реально так делаете? Да. И вообще оказалось так, что когда нас на объекте не было, они ничего не делали. Чувак, он просто умнее тебя оказался. Ну как бы, ну факт. Может это тупое, но настойчивое. Руби. Пиздобо. Пиздобо. Всё, хорошо. Скидка 100%. Только купите нас. Кого я же его выучил, а он ушёл. Чё? Но счастье у человека, оно всё равно в комьюнити. Всё, отписка, всё, дизлайк, отписка, всё делаю. Чё-то этот эфир не получится, мне кажется. Почему не получится? Итак, посмотрел я это видео. И знаете, что понял, что оно опасно? Это видео опасно. Опасно для тех людей, которые мне пишут в комментариях, Рувим стал не тот. Всё, Рувим изменила Москва и так далее. Да, так и есть. Действительно, Рувим стал не тот. Ключевая штука. Когда-то я штукатурил правилом. И я рассказывал о том, как штукатурить. Когда-то я делал электрику и рассказывал об этом. Потом я лил фундаменты и рассказывал про это. И так далее. То есть я рассказывал про свою жизнь. А сейчас я строю компанию. И несколько, несколько. Ключевая штука. Естественно, я буду рассказывать много про это. И контент на моём канале будет всегда выходить околостроительный. И строительный. И мы будем делать очень крутые выпуски. Сейчас мы готовим выпуск про демонтаж. И это выпуск про демонтаж. Как вы понимаете, сейчас у меня целая команда работает с медикой. И мы можем делать крутой контент. Что касается этого подкаста. Аккуратно, ребят. То есть в нём мы затронули много разных очень таких тяжёлых тем. И одна из них это, например... Напишите сейчас в комментариях, до скольки лет нужно работать руками. То есть понимаете, что ваше окружение вас меняет. То есть вот воскресенье у нас день строителя. Уже не рекламирую, потому что все билеты проданы. То есть там осталось билетов 50, наверное, и то. Уже не все помещаются в зал. То есть зал уже полный. Уже будут локации вот эти, которые рядом. В общем, кто будет, тот поймёт, что будет затусовка. У нас специально будут там телевизоры и прочее всё стоять. Трансляции не будет, ребят. Ну, не делаем мы трансляции с наших мероприятий. Не знаю, как это будет в будущем. Но мы делаем однозначно хороший праздник для тех, кто придёт. В общем. Так вот, по поводу моего канала. Да, будут выходить подкасты. Они будут выходить не только с мастерами. Они будут выходить ещё с людьми, которые меняют индустрию в России. И я считаю, что разговор с мастером – это один уровень мышления и понимания. Разговор с управленцем – другой. А разговор с человеком, который поменяли индустрию – это третья история. И я уже договорился с очень интересными людьми делать подкасты. Более того, пишите мне, пожалуйста. Мне написал человек, он является, грубо говоря, святой отец-строитель. Прикиньте, кто такой смешанный, ребята, пишите мне, мы сделаем с вами клёвые выпуски. Люди, которым есть что рассказать про индустрию, пишите. Всем приятного просмотра. Все, кто ждут от меня только мастер-классов, как это было раньше, отписываемся от канала. Их не будет. Будут крутые выпуски. Всех обнял. Приятного просмотра. Мы, как всегда, по традиции стараемся не общаться, но у нас это плохо получается, потому что подготовка была тут час, да, наверное? Итак, ну, как мы помним, мы общаемся на любые темы. С Серым мы знакомы очень давно, поэтому и вопросы мы не готовили друг к другу. Я думаю, это будет такая прикольная беседа. Я первое, что хотел с тобой поговорить, я знаю, что у тебя много чего меняется, но мы не про это. Про то, что вот как так получается, что ты здесь, а основная команда во Владивостоке. Я всегда с этого с ума сходил. Вот сколько я тебя знаю, там, уже давно. Как это вот, как ты к этому пришел? Мне кажется, просто все должно быть как-то по-людски, и все, тогда все будет работать. Есть такая штука, да, что люди должны, ну, считают, что должны все время как-то быть там вот очень близко, все такое. Но мне кажется, что если ты в людей, ну, как, вкладываешься от души, и они в тебя вкладываются от души. Ну, то есть команда, это сколько человек для зрителей? Ну, в офисе у нас там человек, ну, в одном из офисов, человек 15. И в другом офисе тоже, наверное, так. Вот, и все, все хорошо. Ну, мы площадку не берем. Это потому что партнерство? Это потому что, что ты называешь партнерством? Ну, то есть доля, у тебя доля в бизнесе. Да, я не единоличный владелец. Но фамилия твоя. Да, 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 фамилия моя стоит. Вот, я не единоличный владелец, но на самом деле, когда мы просто, когда мы начали ездить в Москву, мы увидели, что пока мы находились во Владивостоке, мы вот там плескались в каком-то вот своем болоте и не понимали, что делать. Хотя мы у всех спрашивали. А приехали в Москву, здесь спросили у людей, ну, как зарабатывать деньги? Непонятно, короче. И нам подсказали, и мы стали зарабатывать деньги. И я понял, что и мы стали ездить в Москву, чтобы узнавать новые штуки. Не только же в Москву. Не только в Москву, да. но не только в москву да не только в москву просто я думал когда же я уеду из владивостока в какой-нибудь город чтобы получить еще опыт еще внедрить его основа не будет писать что 5 пафосная фигня опять про москвичей лето поля давай про и периферии да я мы туда познакомились первый раз где с тобой в ростове в ростове верно и как-то мы ездили по периферии с вот компаньоном и говорит вот мы что разговариваем о том что почему а я еще подумала что я подумал и думал же какие крутые типы они могут на неделю уехать а вы даже больше уехали и вы просто ездим и знакомимся с людьми я думаю блин как это клёво вообще я просто помню эти первые особенно когда вы перспехали вообще не понял ну ладно окей а мы снимаем когда мы живем в сети мы живем самом дорогом и сам дешево думаю так прикину бабки прикинул перелет то все на 500 они зарыли думаю блин молодцы вот и когда мы ездили по регионам мы такие думаем блин как вот ну кто-то жалуется что люди остались но не остаются в регионах а уезжают в москву и ты мне когда сказал что она реально резиновая и мы тогда подумали а почему действительно все не собрались с регионов и не уехали в москву но в москве лучше чем в регионе есть свои прелести а там уж природа еще чем такое но в целом москва чаще всего лучше любого региона и по-хорошему всем бы надо было бы собраться и переехать вообще всей страной в москву и немножко в питер получать и совсем маленькой части в сочи и вот это было бы наверное главное правильное решение когда мы поняли жену натуре надо переезжать потому что ты можешь именно вот опыту то от собрать в москве по владивостоке нас не получалось мы когда ходили к разным предпринимателям у нас были либо очень большие предприниматели либо очень ну маленькие предприниматели и а вот каких-то вот средних как мы и в стройке например мы что-то не смогли найти ты задал мне вопрос что сколько у нас людей точно вот так вот сколько людей я тебе сказал что в одном офисе 15 человек другом офисе 15 у вас же короче с минимум три направления но я оказывается не сказал что у нас всего людей если у нас объектов 60 то всего людей у нас хотя бы 120 это было важно для зрителей да это важно однозначно важно то есть ты часть системы готов которая работает 120 человек так или иначе на площадке и в офисе еще человек 30 это водит 150 где-то 150 я я и все во владивостоке все во владивостоке а ты тут в москве тусишь короче вот это все тусаджу все эти рассказываем со сцены возьми свет возьми свет да 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 но мы знатные инфо цыгане да можно написать нам в комментариях окей и как это как это я не по вот я не понимать как это вот у меня там ну там может быть в общей сложности 30 наберется как это это я в шоке все хорошо мы проводим планерочки еженедельные то есть одна планерка у нас по дизайну одна планерка у нас по стройке одна планерка по продажному направлению то есть мы говорим и все время общаемся в чатах это это неделю ты говоришь или в день в неделю в неделю ну то есть три планерки в неделю да и чатике да молодец красава их как ты к этому пришел ну на самом деле когда ты же не на есть несколько направлений есть несколько направлений в каждом в первых есть у меня же партнер, который находится во Владивостоке, я нахожусь здесь, плюс в каждом направлении есть... Один партнер? Да. Один партнер? Нет, не совсем. Короче, сейчас скажу. Значит, все устроено так. Один вот есть главный партнер, то есть мы с ним вдвоем начали, Леха, вот все, мы с ним вдвоем начали все это дело в 12-м году, и вот до сих пор мы вместе тоже... Ты уже видел, посмотрите, называется, как это называется? Прям я вот за залпом смотрел. Проект бизнесмены? Бизнесмены топ вообще. Вот по тем временам это было лучшее, что я видел вообще, это прям с душой было сделано. Да, как мы топили и ломали квартиры, получается. Первый ссор, как мы уничтожили первые сорок объектов, значит. Вот, мы вдвоем их уничтожили, все было хорошо. И... Наш топовое уничтожение было, когда мы 25 этажей залили, но это уже дальше было. Вот, у нас что есть? Вот, мы вдвоем все это дело начали, все, потом у нас есть, есть руководитель дизайна, направление дизайна, то есть это все девчонка, которая там в крепком кулаке держит дизайн направления. Есть руководитель стройки панчес. Это мой брат двоюродный, получается, на 5 лет меня младше, Мишаня. И есть еще продажное направление, где мы на Дальнем Востоке продаем механизацию, то есть это всякие штукатурные машины, пневмоногнетатели, шпаклевочные и так далее. И там у нас по-другому. Там нас 4 человека. Я, мой компаньон Леха и еще 2 там парня. Один одногруппник, там другой друг детства. А доли неравные, правильно? В зависимости от, ну там... Нет, доли равные у нас все, у нас в стройке доли равные. Вот твоя функция какая? Ты вот здесь тусишь, я тебя постоянно знаю, как тебе не позвоню, братан, я уже сплю, я в бассейне. Как? Я не понимаю. На сегодня... Не, я на самом деле все остальное время-то работаю, да. Просто я рано ложусь спать, а ты поздно. У нас с тобой разные часовые пояса. Значит, я занимаюсь вот Ютубом, например, и я занимаюсь тем, что я встречаюсь с разными ребятами, всякими разными, собираю с них опыт и передаю его туда. Это вообще крайне важно, как оказалось. Вот без этого вот, без этого вот внедрения опыта туда... Сейчас второе, да, это второе, это вот прям второе. То есть, подожди, давай еще раз, как сказать, зафиксируем. То есть, ты снимаешь Ютуб, разговариваешь с разными людьми и делишься своим опытом с основной командой. Это твой вклад. Ага. Ну, подожди, а всякие таблички, все остальное... А, ну, таблички, ну, таблички, это я так как бы, можно сказать, отдыхаю, но оно тоже важное, да. То есть, я простраиваю что-то типа... А сама бизнес-модель стратегия? Продукт, да, скажем так? Нет, продукт я не делаю. Продукт делают руководители направлений. Они прямо, ну, они сильно сильнее меня. Там, брательник у меня сильно лучше разбирается в стройке. Я уже общался, да. Да, потом, ну, да, тут он вообще... Мишань, а топ, да. Да, он вообще захватит там всех, кого надо, там, сгрызет у всех. Вот. А, крис... Любит тачки в Торис выкладывать. И типа одного, который вам денег должен. Это мой любимый мем. Это мой любимый. Это просто... Когда он его выкладывает, я говорю, Мишань, можешь мне прислать? Надо будет этот... Выложить, короче. Вообще это кайф просто. Причем на скорости X5, да. Вот. Кристина очень хорошо разбирается в дизайне. То есть, как она все там выстроила, вообще нереально. То есть, все там прямо вот... Вот мы просто сейчас... Я по стране делал, кого-нибудь спрашиваю, да, вот у нас сервис в дизайне, ну, очень высокий. Вообще капец. То есть, она даже прописала для дизайнеров, как общаться с заказчиком, потому что в переписке каждый может читать переписку с той интонацией, с которой вот, ну, он хочет читать. Каждый человек может обидеться на тебя, читая переписку. А она прямо выстроила речь дизайнеров так, чтобы невозможно было обидеть человека. Прямо прописала, как говорить с человеком. Какие слова можно использовать. Какие слова запрещено использовать. То есть, она прямо ну, вообще там охренеть. У меня даже там написано, запрещено к использованию, там, слова специальные. Во-во-во, это нормальная тема, да. И парни в механизации тоже, они вот прямо один просто наш там классный друг, который ну, прямо вот он всеобъемлющий, душевный человек, могущий договориться со всеми подряд. А второй, он руководитель отделом продаж был в машинах. Вот, все. Он продавал машины, был руководителем отдела продаж в компании такой большой. И когда там что-то все развалилось, вот он думал, куда-нибудь уходить, мы говорим, давай, у нас тоже машины, только не легковые, а штукатурные. А, то есть, и вот он там выстраивает все вот эту струю. Да, 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 он очень, ну, вообще, прямо он там планы ставит, людям все разбирает. А вот вы прям звоните, людям предлагаете, да, вот далека. То есть, кто-то заходит в леды и пошли-пошли-пошли по скрипту. Большая часть маркетинга это вот холодный, причем, ну, звонки. То есть, звонки. Здравствуйте, хотите купить на штукатурную машину? Типа того, да. Ну, только там. Во Владивостоке. Да, и во Владивостоке и в Хабаровске. Сейчас будем открывать на Сахалине и вот в Красноярске, скорее всего. А ты вот, я просто помню, когда ты первую машину притащил, я помню, мы с тобой разговаривали, да. Вы поняли, что тут просто там нет, да, этого и все? Да, потому что во Владивосток все едет минимум три недели, минимум три недели едет что-то во Владивосток. И когда у нас, например, там, шнековая пара там кончилась, то есть... Причем вы же начали, вот, что с машины? Прям вообще, ну, типа, не миллион, миллионов там просто. Не, 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 не. Не, у нас вообще ничего не было. У нас ничего не было вообще. И мы купили эту машину, причем даже не с прибыли, а с оборотки, что никогда делать нельзя. Вот, но мы все делали. Все, что нельзя, мы все делали, получается, да. Максимальный наш кассовый разрыв был 15 миллионов. Кстати, вы закрылись. Да, все, закрылись вообще. За год. За год отдали 15 миллионов. И, получается, вот мы эту машину притащили, нам ее посоветовал. Вот, знаешь, вот сейчас многие люди смотрят и думают, что ты просто, мягко говоря, как сказать, вот обманываешь. Ну, там, за год 15 миллионов закрыли, и дальше, короче, как ни в чем не бывало. Ведь это жестко. Да, я могу рассказать, как мы его нашли и как мы закрыли, то есть вообще без проблем. То есть очень простая технология, на самом деле. Очень легко отдать 15 миллионов, не переживайте. Вот. За год. Не за день, за год. Вот. И пригласить сколько? Три человека, да, должны были? Ну, по сути, вы вот кассовый свой посчитали, и сказали, ну, вот с тебя там. Четыре, с меня четыре, еще четыре вот. Не, мы просто, как это, целый год жрали подошву от ботинок, получается, и все, и вот, ну, никаких не прибыли себе, ничего, короче, все, вот, как бы, денег нет, пацаны, но вы держитесь, там, взяли какую-то минималку, там, по 70 тысяч, и все, вот, ну. Ну, а у меня там жена, двое детей, там, все дела, короче, ну, что есть, как бы, есть гречка, есть будем? Не будем? Ну, все, другого пакета гречки есть, можно его есть. То есть, ну, оно нехорошо было, конечно. И вот мы взяли первую машину штукатурную, вот Виктор Нищерет нам порекомендовал. Он говорит, возьмите там какую-то немецкую сразу. Она там дороже, но, типа, ништяк. И я такой думаю, все закрыл глаза, говорю, хорошо, она стоила-то 400 с чем-то тысяч, там, основные деньги для нас были, но мы ее купили, все, и в натуре она у нас проработала лет пять, наверное, и потом мы ее еще и продали. Чего еще с ума сойдешь? То есть, вот, чем хорошо наше сообщество, вот это строительное, да, то, что человек тебе может порекомендовать, порекомендует от души, не говно, и я ему вообще до сих пор благодарен, я все время забываю его фамилию, но когда вспоминаю, я все время произношу ее слух, чтобы не забыть, все, красавчик, вот такие пироги. Ну, Витя знает, что говорит. Да, да, вообще. То есть, получается, мотивация команды и прочее, прочее, это не на тебе история. Ты в некоторых, уверен, даже не знаешь, как зовут, ну, типа, я имею в виду из линейных сотрудников, сейчас на меня опять начнет накинуться, вот это ты знаешь слово линейный сотрудник. Не знаю, как зовут, конечно, многих не знаю, как зовут. Ну, и только вот ты общаешься непосредственно с вот... Да, а у тебя выбора нет, на самом деле, а ты не можешь знать, как всех зовут. И ты не можешь со всеми общаться. Ты можешь общаться, ну, сколько там, семь человек, как там по книжке, да? Ну, да. Все, больше не можешь, а толк-то от тебя будет. Тогда ты уже начинаешь бегать, короче, вот так как совраска, и все, ничего у тебя не работает. Это такая тема, что очень многие любят такие, я работаю, я работник, я много работал. Но если обернуться и посмотреть на результаты, чаще всего они ноль. И я так же делал. То есть, я помню, вот мы-то с Лехой едем, и я что-то уставший такой, уставший, он мне тогда говорит, типа, а что ты уставший, что ты делал, короче? Я как залупился, страшно. Я говорю, ты что, охерел? Да я тут работаю, да я то, да я все, короче. Он говорит, не, подожди, что ты сделал, какие результаты, короче? Не, я сижу такой, думаю, думаю, все, пошел нахуй. Все, и все, потом пришел домой, сижу такой уже один такой, думаю. Блин, а что я в натуре сделал? Такой, думаю, блин, может в календарике. Потом в календарике пусто, как бы я не писал никакие дела, просто те, кто звонит, ты куда-то бежишь. Такой, думаешь? Ты не можешь остановить, чтобы подумать. Да, ничего нет. И думаешь, может, я посмотрю, кому и что платил, знаешь? Открываешь этот Сбербанк онлайн, а там написано, там, там, Елена Степана же, там, Александр Федорович Х. Ты думаешь, кто ты вообще? Вот ты кому-то отправил тысячу рублей, да? За что я ее отправил? Понятия не имею. И вот это, ну, мрак просто. И в какой-то момент я подумал, что это вообще невозможно. И мы стали вот там, ну, себя вот снимать, снимать, снимать обязательства. Просто для тех, кто не знал, Серый, он, ну, как сказать, вот он прошел все этапы, то есть это, ну. Да, и мы вот, вот мы стали прямо разгружаться, разгружаться, и то я сотрудник, меня Леха вот уговаривал, там, сотрудник говорит, давай возьмем этого, не надо, я все сам. Он говорит, давай возьмем продажник. В смысле, компания была два человека. Да. Да, то есть два человека, которые не разбираются, как делать бизнес. Да, мы, потому что мы до 25 лет играли в комп просто, в доту вторую играли. Ну, сначала в первую, потом во вторую, там. То есть из дотера бизнесмена. Да, да, да. Все, заголовок этого носим из дотера бизнесмен. Да, вот, типа того, 24 на 7 играли. Все, свободное время, абсолютно все, мы играли в дотан. Ничего нет. И какого у тебя был ММР или как он там? Уже не помню вообще. Петя, сколько-то так давно было, что мне сколько? Я просто шарик. Почти 10 лет назад. Все, я вот как, я когда вышел на работу, я в тот же день перестал играть, я увидел, что есть вообще комьюнити, и как интересно работать. И я стал только работать вообще 24 на 7. Раньше играл 24 на 7. Комьюнити, это смысле всякие-то мероприятия и прочее, прочее. Я просто помню, я первый твой видос увидел, как ты троллил Земса, я просто подумал, вот это у него яйца. Думаю, вообще, он еще так четко эти все, юбочка одень, короче, там вот это все. Я просто смотрел и думаю, да ну нахер, откуда они, короче, откуда Владивосток, думаю, офигеть. Это была моя ошибка, там мы с пацанами сейчас обсудили, пока не было. Я ему рассказал, как было ошибочно троллить Земса. Да, но тем не менее. Ну, ты же сказал, я делаю все ошибки, которые... А ты же вот, ну как бы, есть... А зачем тебе такой столько опыта, если ты, короче, вот столько делаешь ошибок и сейчас делаешь или сейчас уже получше, как ты считаешь? Просто раньше ошибка была такая, что... Это и отличает, кстати, ты где-то ошибся и заказчик какой-нибудь тебе позвонил и говорит, вы уроды, ну-ка прибежали сюда быстро. И вы такие, ага, ага, бегу. Вот. А сейчас это выглядит не так. Сейчас ты где-то ошибся и там, не знаю, какой-нибудь ключевой человек в компании говорит, все, не болей, короче, до свидания, я с этим не согласен. Думаешь, я... А ну, а это не то, что ты можешь пойти за день исправить, например, да? Думаешь, блин, что-то я косяка напорол. И ошибки сейчас они более какие-то дорогие, но даже не в деньгах, а вот в этих вот энергозатратах. Если раньше на тебя кричали, ты боялся и бежал, и тут же исправлял, извинялся, что-нибудь такое еще делал, то сейчас не перед кем извиняться вообще. То есть сейчас ты совершаешь ошибку какую-то и она наносит тебе такой ущерб, который, скажем так, компанию вот отбрасывает на сколько-то дней обратно. Вот так вот, на дни или месяцев. Да, да. То есть цена ошибки, то есть подожди, стоп, 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 стоп. Но ведь она, сейчас цена ошибки гораздо критичнее, чем 10 лет назад. Конечно, конечно. Вообще невероятно. То есть сейчас она вообще ну, очень критична, да, когда ты ошибаешься. И когда ты ошибаешься, она у тебя откидывает, думаешь, как так? И я вот, знаешь, могу неделю не спать, вообще думаю, как я так оболжался? Думаю, это хил-то. То есть стратегические решения компании принимаешь ты и твой партнер? Или как? Вот как? Вот мы, короче, решаем идти делать дома. Вот я знаю, что вы там посчитали, что квартиры невыгодны, делаем маркетинг на дома. Ну, обычно я что-нибудь, я где-то вижу какое-то решение, что у кого-то что-то реализовано, что-то есть. Вот так вот. Все, что мы сами придумали, вообще все херня. Поэтому я топлю за обучение, честно говоря. Потому что все, что я придумал сам, вообще все, все шляпа вообще, все мимо. Вот все, наверное, из того, что я придумал там пять лет назад даже, семь лет назад. Это вообще ничего не сработало. Вообще. То ли у меня нет вот этой вот таланта Стива Джобса. человек рассматривал, человеку, знаешь как, вот он, как бы ты объяснить, короче, вот кто-то там, где он есть, благодаря тому, что он умный, а кто-то там, где он есть, потому что он просто делает. То есть он даже, не то, что он глупый, он просто тупо делает, понимаешь? То есть кто-то из-за своего ума, а кто-то из-за своей тупости. Прикинь? И они на таком, и они на одном уровне, они реально на одном уровне. Ты вот посмотришь, двух чуваков, они зарабатывают, не знаю, по миллиону рублей каждый. И с одним говоришь, он просто, ну там, у него там куча умных мыслей, а с другим говоришь, он просто вот, а у него результаты одни, ты такой не понимаешь, как? Один идет от ума, а другой от незнания. Вот мне у нас в армии был, как капитан там Каутаранга, я не так и не запомнил. И он говорит, если был в армии, но иерархию армейскую не знаю. Нет, потому что я был там пять недель. И как ты депортировали? Не, не, я был на военных сборах этих. То есть это не армия была, это была армия для детей, да. Это была, как это называется? Военный сбор, военная кафедра, это была. И все, и он говорит, я говорит, тупой, но настойчивый, говорит, поэтому он пришел тогда, там все, вся эта военная часть была в березах, короче. Он приходит такой, рубите их. И там к нему подходит, какой там, ну чувак там какой-то, есть, да, все. Он говорит, блин, ну может не надо, не там красивые, все, все в березах, и там вековые такие стоят. Он говорит, знаешь, может я, может я тупой, ну настойчивый, руби. И там выкосили все березы, ну, это я вообще уму не постижил, был, думаю. И что в конце? Ничего, вырубили березы, все, история закончилась. Да, и это я к тому, что я вот в натуре вот, я хочу сравнить себя с одним дядькой, то есть я вот в натуре вот ничего не придумал, и, ну вот опять же, другой чувак сказал, говорит, я может не самый талантливый парень в общежитии, но я точно могу всех переработать, вот. И я действительно... снимал понедельники, помню, на каждый понедельник я тратил кучу энергии, сил, мне написать один понедельник, это просто жуть. Ну что-то мы созваниваемся с Сережей, и Серый мне такой говорит, да я вот неделю там из дома не выходил, короче, ну снова там как бы лежал, я думаю, что ты там делал? Ну я на полтора года постов написал. Я говорю, что ты, прости, что ты сделал? Ну карту кодал, сделал на полтора года, короче. Я, в смысле... Да, это нормальная тема, то есть я вообще не переживаю по этому поводу. Я вот так не могу, у меня вообще не так. Приходит какая-то, мне нравится идея, что у тебя есть в голове какая-то мысль, и ты можешь при помощи каких-то действий ее такой тынг реализовать вот так. Я придумал написать. А что тебя вообще самого там мотивирует? Нафиг тебе все это? Да просто по приколу, есть этот как вот, есть такая, как это, чтобы что, мы играли, по-моему, с тобой тоже, вот, когда ты, например, говоришь себе, я иду на работу, например, с утра, чтобы что, там, чтобы там, не знаю, обеспечить семью, чтобы что, чтобы они были счастливы, чтобы что, ну, чтобы мы потом могли, и вот так вот, если проговорить этот вопрос раз там 7-10, снова в конце заходишь в тупик. И если так вот, я задавал себе этот вопрос постоянно, и концовка у меня такая, что вот у тебя есть возможность разговаривать с большим количеством интересных людей. Я когда был в Китае, например, я разговаривал там с французами, там с итальянцами, с одной девочкой, француженка, но у нее индусская внешность получается. И это прикольно, когда ты можешь разговаривать с разными людьми, и бизнес нужен зачем? У тебя есть, например, там, не знаю, 100 миллионов оборотов, а у человека есть 500 миллионов оборотов. И ты можешь подойти к этому человеку, сказать, слушай, а как мне вот, ну, сделать так же, например? И он говорит, а что у тебя есть? И ты ему выкладываешь, что у тебя есть? И вот я у последнего спрашивал, говорю, а как вот там налоги, что-то еще как-то? Он говорит, что-то какие-то тупые вопросы задаешь. Знаешь? Ладно, извини. Я прям просто так хочу сказать. У меня вчера такой случай был. У меня просто вчера был такой случай. Вот. И он говорит, какие тупые вопросы задаешь. Говорит, а у тебя есть финансовое планирование? Я говорю, нет, а что это такое? Он говорит, ну вот ты его сделай, и ты сразу поймешь, как заработать больше миллионов оборотов. Я такой, а, понял. Все, и ты уходишь делать, потом говорит, можно я тебе потом покажу? Он говорит, да, да, можно, можно. Ты потом приходишь, показываешь, правильно, получилось. Он говорит, да, они в самом деле говорят, вообще, как ты так хуйни наворотил пацан. Всегда мне так отвечают, я думаю, сделал лучше. Я приношу такой, вот, я с этим старался. Они так смотрят, говорят, старался, молодец, но это херня. У меня так было неоднократно, просто нет. Я так рос просто очень сильно. Можешь свернуть-то в трубочку и запихать в стакан. Да, все, и вот таким образом получается, когда у тебя есть вот эта вот твоя какая-то бизнес-система, и ты можешь контактировать. Я прям конкретный случай хочу рассказать. Сейчас у меня почти финиш, да. У тебя есть конкретная какая-то бизнес-система с какими-то конкретными оборотами и прибылями, и ты можешь прийти к человеку, который, ну, если он создал что-нибудь, что, например, там, 500 миллионов оборачивает, то он точно имеет какой-то интересный жизненный опыт, какую-то интересную жизнь. И он может тебе за 2-4-8 часов рассказать прям вот такой самые сливки, самый сок своей жизни, можно сказать. И ты вот этот вот берешь какой-то его опыт такой, бах-бах, вся встроил, как там Тони Старк или кто не знаю. И получается, разговаривать с большим количеством таких людей, ты можешь прожить как будто бы много интересных жизней. И это очень классно. И, наверное, вот это вот мотивирует больше всего. Короче, вот так. Короче, вчера, позавчера точнее, у нас была тусовка у меня в кальяшке. И, короче, ко мне подходит мой сотрудник, работает у нас парень, и у него жена сделала косметический салон. Он мне говорит, слушай, нам нужен таргетолог. Ну, типа там, там, типа там у нас там бюджет 100 тысяч, там плюс-минус, то-се-се. И он на полном серьезе говорит, слушай, а что за там стратегии бизнес-массовета поля? Он такой, ну, там типа вот в аренду там сделали вот это то, вот это то. Я говорю, слушай, как работать тебе нужно? Вот просто для меня это понятно, а для него это было открытие сумасшедшее. Работать тебе нужно, говорю, с теми домами, которые рядом. Делайте активности рядом с этими домами. Флайеры в эти самые, скидки. Находите чаты домов и туда предлагайте. Найдите ЛПР чата, ну, короче, человека, который там, короче, рулит. Сделайте там косметологию, ему бесплатно там, сделайте то, и она вам дальше, короче, про это. И знаете, у нее следующий чат соседнего дома, короче. То есть я ему расписал за 15 минут, он такой стоит, мы говорим 5 минут, он такой зовет жену, подожди, подожди, сейчас, я заново, короче, я заново, они такие ушли, такие вдвоем, они хотели реально засунуть 150 тысяч в Яндекс.Директ. Еще на нет таргетолога, прикинь, с таким бизнесом. Они просто бы слили, понимаешь, а тут, когда они такие ушли, такие, и со мной так делали неоднократно. То есть я общаюсь с чуваками, они мне говорят, слушай, рвим, смотри, нужно вот так, вот так, вот так. И я такой, бах, мне такая вспышка осознанности. Думаю, да в натуре, у других людей, ну, это вообще топчик. Даже он тебе, ну, ты же сам являешься ментором, ты часто, ты у тебя, ты, 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 сколько, штук 100 провел больше? Штук 100 провел, точно. Штук 100 провел, да. Едет аж 20, наверное, провел. Может 30. Это прикольно, да. Это да. Еще я такую штуку ввел, я брал небольшое количество компаний, и как я у себя планерки проводил, в какой-то момент мы у себя в компании заткнулись в то, что мы проводим планерки, и люди говорят, типа, это невозможно, короче, все, невозможно. Я думаю, блин, да не может быть, но наверняка возможно, говорят, нет, нереально. Невозможно, что именно. Ну, вот я, планерку прояснение, я говорю, давайте сделаем какое-то действие, например. Вот, говорит, нет, ну, все это не получится, не получится. Мы пробовали, нереально. Я думаю, да, ну, так не может быть. Я думаю, ладно, хорошо. Я взял несколько компаний себе, объявил в Инстаграме, говорю, давайте ко мне придем. Несколько человек обратились, и мы с ними, я говорю, я буду у вас проводить планерки раз в неделю, как я провожу у себя. Я говорю, вы, ну, лучше всего соглашаетесь. Ну, может, у меня компания больше, чем у вас, поэтому я знаю, что, ну, я все ваши шаги прошел, я вот точно знаю, что делать. И плюс, я добавил туда элементы, те, которые я хотел внедрить себе, но мои сказали, что невозможно получать. ты такой полигон тестировал, да? Да, да, да. Клево. Да, то есть было там и много всего полезного, но было то, в чем я был, я был уверен, что получится, но, но не уверен. Все, я говорю, давайте делаем вот это, и получилось, короче, у пацанов. Я потом с вами говорю, смотрите, говорю, даже у мелких, ребят, получилось, и у нас тоже должно получиться. Давайте запустим, давайте запустим, и сейчас запустили, и получилось. Я думаю, о, все классно. Это ты про что, например, говоришь? Например, у нас никогда не было партнерки с дизайнерами, вот, никогда вообще. И, честно говоря, она и не нужна была, и у нас ребята говорили, да, что, куда мы их поведем, ну, что, как, короче. А я при помощи этих ребят вывел самую лучшую технологию, получается, как, что, куда ходить, там, как кого приглашать, что, как звать. Все, все заработало. У них все заработало, вот, лучшая технология, давайте звать. Все, все получилось. Теперь у нас есть партнерка с дизайнером. Раньше не было. Клево. Да, вот так вот, так мы потренировались. В основном, твои компетенции, это все-таки, назовем так, лидогенерация, то есть ты, короче, тащишь лидов, все твои действия направлены на то, чтобы больше рассказать. Ну, то есть задача, как сделать, это, наверное, не к тебе, больше, как привлечь. Как сделать, точно не ко мне. Я вообще руками делать вообще не умею ничего. я понял. Не умею ничего. Как привлечь людей, да, хотя мы сейчас, вот, появилась тут проблема, потому что, когда у меня случается какой-нибудь творческий кризис, тоже я сейчас парням рассказывал, что... Да, это косяк. Да, вот, например, я знаю, какие ролики заходят, да, там, теплый пол, да, ламинат, да, там, плитка ПВХ, да, там, еще поехали, натяжные потолки, да. А интересно они заходят. Да, а мне не интересно, ну, не интересно, ничего не могу с собой сделать. Мне нужно рассказать там, про там какие-нибудь там, про систему какие-нибудь, ну, не хочу, я не знаю. А мне интересно рассказать, как мы выстроили вот эту всю махину, получается, в чем я и участвую, да, вот это интересно рассказывать. Строится вот так, там, система мотивации такая, люди идут вот так. Я нам вот, не дам, а пока какие-то там схемки рисую, во Владивосток приехали. Тебе нужно, знаешь, что, тебе нужно чувака, который вот любит, знаешь, углы пилить, то все, с кем-то коллаборироваться с такими чуваками и выпускать, у тебя же большой канал, это огромный канал, ты можешь там завести рубрику, какого-нибудь чувака взять и, короче, он пускай пилить такой контент, ему по кайфу, ну, как бы это, как объяснить, это, очень, помимо того, что чувак получит обратную связь, он получит этот вот, ну, хайп, да, скажем так, ну, ему будет полезно, интересно, а ты получишь такой контент на канале, тебе не кажется? Я решил сделать по-другому, значит, мы сейчас, вот то, что мы там обучение прошли, я даже все время нахожусь на обучении, всяких разных, вот то, что Асафьево, то, что мы у Асафьева обучение прошли, я не прошел, вот, дорого стоит, нет, 1040, по-моему, 30 с чем-то стоило, а вот прям такой порядок, да, да, вот, все, мы, во время идет, месяца полтора, ушло, вот, короче, ну, все, там все хорошо, ну, опять же, он же рассказывает не для зрителей, а для нас, для креаторов, да, 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 и там все так же про бизнес-процессы, вот он рассказывает все про бизнес-процессы, только в... А знаешь, что я заметил, знаешь, что я заметил, вот я сейчас, короче, немножко, у меня несколько бизнесов, да, три, грубо говоря, если так брать, и если мы разберемся, если честно, основной скелет бизнеса, ну, то есть, грубо говоря, для меня сейчас бизнес строится просто, то есть, грубо говоря, у тебя есть какая-то гипотеза, эту гипотезу переводишь на бумажки из этого строишь бизнес-план то есть ты строишь финансовую какую-то структуру после финансовой структуры ты это все наматываешь на какие-то задачи грубо говоря да такую схему некую все и дальше ты идешь если честно это можно разложить в любом бизнесе то есть если знать эту основу по сути я вот сейчас думаю если бы у меня был магазин или если бы у меня было что-то еще мне гораздо проще было бы то есть там идти то же самое с youtube а вот и можно разложить любой бизнес на основу то есть планирование на консультации приходят оконные компании вот буквально пузовик ваще интелляционная компания была который производит вентиляцию нельзя горизонтального города на чтобы не палиться у нас главное то чтобы на консультациях люди оставались анонимными и он чувак он короче даже откуда ты лис польши то ли откуда ты метал прикольного два поляка они одну украинский а ты у тебя несколько же итераций консультация да я у тебя кстати прикололся то есть я делал когда я думаю чего мне не сделать они пишут и постоянные деньги рекламу ничего не делал и метел чулки пишет думал давай попробовать что нет короче не короче раз-два-три меня прям полуть мне прям понравилось это хорошо ну знаешь чё блин печально когда прям совсем плохой уровень я понимаю что я не мог я все понимаю что я не могу дать то есть но я понимаю что мы ей не могу объясниться это такой косяк несколько разами таких был я прям понимаю что ну че чувак пришел к 내 на консультацию я понимаю что и короче не могу ему помочь вообще потому что короче вот на прямо назло бы на весь мир он прям вот вот прям озлобленый он прям он не верит никому и он все равно пришел на консультацию а помощь рассказывала про чувака который руки ломают люди это вообще а мы с нем сgreat-то боли да я вышла салтика век сером я у меня этот дипломатический даже не знаю я консультациям нормально честно говоря потому что даже когда у человека совсем там но у нас аудитории с тобой немного разные потому что у тебя все-таки ну есть достаточно людей от прямо которые руками работают да а у меня почти нету то есть ко мне вот у меня на консультациях вот таких людей было но может 12 аудитория нас явно разное время я в основном это вот ну или небольшие предприниматели или вот побольше предпринимателей вот так вот а вот те кто работает руками на вообще нет потому что я и что я могу сказать сейчас на моем канале слове мы хейта с этим видео по моему как обычно как обычно я у тебя появляюсь время только ненависть я это почему что просто знать почему вот люди живут в определенной парадигме и все что другое они видят это большая проблема человека они обесценивают ангеле да это херня да это то это то есть но я недавно часа с одним чуваком которого я бы уважаю и он настолько все обесценил что я делаю это берем такого слушал говорит сушат и кому-нибудь хотя бы веришь такой ну не знаю гарри но вот все что ты мне сейчас сказал как во первых там аналдом то видно а два игре вот смотри вот у меня вот это то что сам вот у меня вот это вот у меня то вот у меня 5 номер на машине очень красивый не может быть что он был бы что он был бы твои понимаешь ты оон московского не твоим его показываю московском профильский вот смотри вот это вот это интересные понимаешь ты живешь в пар 굉장히 когда тебе все обманывать а ты представь что есть люди которые просто вот так действительно мысль да нет все ничего страшного ничего страшного мы не можем всех этот нет это просто эта проблема человека это не моя проблема она меня цепляет возможно но в принципе есть так разобраться если ты живешь с парадигмой что все вокруг обманывают это значит а ты всех обманываешь ну то есть ну это вот вот прям прям классика вот здесь ты только ты видишь жуткого негатив щека блин вот вообще вот я сейчас стараюсь прям вообще стараться не общаться с такими просто не общаться у меня и нету такого даже сейчас вообще какой-то джен наступил вот то что ты говоришь значит создать youtube чтобы какой-то плиточник там например ну или кто-нибудь у меня на канале там создавал тебе это не нужно да вот с этим я с этим я не согласен к вот я не согласен с тем что не согласен вот с той штукой что надо хорошо запиливать углы вот я не согласен в том плане что когда мы это показываем у человека создается ощущение что надо это делать для того чтобы ну как-то вот жизнь стала лучше что лишь он заказчик был более доволен и так далее а это не так правда в том как это не так он тебе скажет это так это ты не знаю я понимаю про что ты говоришь а сейчас расскажу как да по другому значит правда в том что надо чтобы клиент оказался доволен в конце если ты присаж парадигма масть вот то есть он говорит вот он живет в таком этом сам что нужно сделать вот только так вот 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 только так а потом жизнь ему говорит брата херня говорит ему каждый день а он это не слышит да и я не хочу вот это вообще вот эту пропаганду там ровных углов и так далее вообще вести никогда зомби твари удовлетворитель здесь должно быть ну хорошо как должно быть вот стандартно но не обязательно прям вот супер идеально ты был хотел чтобы у тебя в квартире было супер идеально нет вот не так и ты бы у себя в квартире хотел чтобы дорогая я бы хотел чтобы я бы хотел чтобы меня было идеально что все было идеально и все хотят чтобы у них все было идеально но есть одна проблема когда вот человек видит вот это вот на ю тубе например он видит что там идеально запиливаются углы там все такое он говорит все я буду там не знаю мастером или я буду заказчиком, который будет требовать эти углы. То есть все. И что мастер, что заказчик начинает концентрироваться на запиленных углах. И это серьезная проблема, потому что в конце оба они остаются несчастными. Заказчик говорит, что мастер недостаточно допилил там. Мастер говорит, я ему выпилил идеально, а он недоволен. И вот это вот такое получается оба человека сильно топили за качество. И в конце не получили ничего. В конце каждый получил расстройство внутри, недоплаченные деньги и ненависть к ближнему. Да. Это знаешь, что у них не сошлись ценности. Ну то есть ожидания и ценности. Вот и все. А я бы хотел пропагандировать то, и честно говоря, я в последнее время так и делаю. Жаль, что это не набирает просмотров, но ничего не могу с собой поделать. Хотел бы пропагандировать то, что нам нужно по факту делать друг друга довольными. Вот что надо делать. Надо, чтобы компания, мастер, бригадир, неважно, сделал так, чтобы заказчик был счастлив. И надо, и как делать мастер? Поближе к кухне, подальше от начальства. Я пилю углы, пусть заказчик потом придет, пол работы не принимают. А это шляпа. Надо узнать у заказчика, что ему надо, чтобы он был доволен. Так часто клиент не знает, и мастер ему показывает, говорит, вот смотри, как нужно, он одну плиточку сведет, а потом у него где-то что-то там, код стоц, и уже мастер сможет, а еще больше, мне нравятся ребята с лампами. Это прям вообще топ. Они заходят с того, что они, короче, показывают эти все стены, и говорят, вот поэтому у нас так дорого, потому что, а в конце концов, у них точно так же. Ну, может, чуть лучше, понимаешь? И клиент знает, что он хочет. Клиент тебе скажет, он говорит, я бы хотел сюда не приходить, или он скажет, я бы хотел, чтобы все было там хорошо, или я бы хотел не волноваться, и ты ему там фото, видеоотчеты отправляешь, вы сейчас там не волнуетесь, там все классно, вам все нравится. Да, да, да. И причем еще можно, чтобы не ты позвонил, спросил, потому что, когда ты работаешь на объекте, и заказчик к тебе приходит, он тебе лично уже не скажет, потому что, если он сейчас тебе в душу плюнет, он потом придет, а ты ему яйцо в стену замороешь, некрасиво будет. А если, например, от тебя звонит человек, какой другой, здравствуйте, служба контроля качества, нравится ли вам, как работает Семен Петрович? О, тема какая. Вы так делаете, реально? Да. И человек такой говорит, да знаете, если честно, ваш Семен Петрович, и давай. Вы реально так делаете? Да, да. Супер. Мы так еще рынок изучаем. Вот. И все. Или, например, говорит, не, вообще все классно, я вообще всем доволен. А одна девочка сказала, что-то... А, она говорит, блин, еще бы сроки были побыстрее, говорит, но я понимаю, я вот смотрю, как вы там, мне все там это, я в целом понимаю, что быстрее, наверное, невозможно. Вот. И все. Вот тебе и все. И ты узнаешь у клиента, а вы довольны, а сейчас довольны. Понятно, не так тупо спрашиваешь, да? Ну да, естественно. Ты звонишь, узнаешь, что, как там у вас все, вот. И человек говорит, я доволен, все классно, мне все нравится, все хорошо. Не, иногда мы тоже обсираемся, тоже что-то там не спросили, не спросили, не сделали, а еще кто-то там где-то косяка упорол. Мечта. Смотри, какой свет вообще. Вообще пушка. Ребята, для тех, кто думает, что вот это просто с телефона, с фронтальной камеры, свет решает. Вот у нас здесь свет хороший, прям картинка, посмотри. Вообще жир. Я в жизни таким красивым не был. Топово получилось. Вот. И все. И вот если так, вот так вести строительный бизнес вообще, и так подходить к стройке, тогда ты можешь быть счастливым строителем, получается. А не когда ты приходишь, и большая часть людей в стройку страдать пришла. То есть вот, чтобы вот этого не было, а чтобы ты в стройке был довольным. Да. Кстати, куча строительных франшиз учат именно вот этому. Как бы они там, какие-то косяки бы они не поролили на объектах. И, конечно, на большую часть объектов ты приходишь, и у нас, ой, как сильно лучше. Но если поговорить с их клиентами, то, блин, оказываются там довольны на удивление. Тарам-парам-пам. И нам бы стоило бы этому поучиться у строительных франшиз. Кстати, да, очень хорошая мысль. Очень хорошая мысль. Потому что не всегда хорошее качество говорит о том, что как бы клиент доволен. Да ни хрена он не доволен. Блин. Когда у тебя ремонт длится больше, чем восемь месяцев, короче, ты уже не доволен в принципе, чтоб тебе там не сделали. Ты уже в принципе не доволен всегда. Типа, если мы говорим про сто квадратов, а если мы говорим про что-то больше, там вообще жесть. У нас будет День строителя, естественно. Это уже целая история там с большим пракезом. С 14-го года так или иначе, я там делаю так или иначе, я присутствую, либо сам делаю мероприятие по День строителя. И сейчас это уже прям вот большая тема. Ну, прям вот большая. И там ты у нас будешь ведущим. Кстати, еще нам уже столько нужно еще сделать, чтобы ты не представляешь просто. Нафига тебе это надо? Зачем будет День строителя? Нет, нет, ты туда зачем идешь? Ну, ты сказал, я иду. Ну, это понятно. А вообще, первые, вторые, третьи, помнишь эти все мероприятия? Да, да. Это же типа вот там все. Да, все было здорово, все хорошо. Вот и все. Мне кажется, самое главное на Дне строителя, это нетворкинг, да и все. Да, как на любом мероприятии. То есть, нужно, чтобы другой человек сказал тебе то, что ты и так знаешь. И тогда ты пойдешь это делать, и все. И ты идешь на день строительства. А если тебе говорят близкие, не работают? Не работают. Не работают. Близкие, знакомые, кто угодно, не работают. Ты покиваешь, что такое. Но ты приходишь и видишь, что какой-нибудь там бородатый сантехник тебе говорит, типа, а надо сделать вот так вот, короче. И ты думаешь, да я же умнее тебя, у меня всего больше. Он говорит, нет, я зарабатываю в три раза больше тебя. Ты сейчас поедешь на метро, а я на мерседесе. Понимаешь? И он говорит, стой. Он говорит, ладно, хорошо. А что мне-то она сделать, чтобы быть таким же, как ты? Он говорит, ну, во-первых, отрасти такую же бороду до колена. А во-вторых, сделай вот это. Просто пойди и скажи клиенту, что ты теперь не будешь работать своим полипропиленом, а будешь работать вот этим. И вообще не говори про полипропилен никому. Это секрет. Его больше нет. Потому что заказчики не знают про него. И он такой, да ладно, этого не может быть. Он говорит, может, попробуй. И он приходит на объект и говорит, теперь мы будем работать какой-то другой трубой. У меня вообще хочется, мое мнение, что вот комьюнити строительное одно из самых дружных, причем не важно, там сантехники, электрики, они там могут между собой ссориться, особенно там электрики, они прям вообще не дружные. Не знаю, почему странно. Самые не дружные, на мой взгляд. Вот. Но когда ты смотришь на другие комьюнити, каких-нибудь программистов, там айтишников, каких-нибудь еще, ну, я просто бываю на всяких, на отворкингах и понимаю, что строители самые топовые. Вот у меня сейчас работает этот отдел продаж, у меня эту самую, и они до этого продавали другие штуки, то есть вот роб у меня продавал, он говорит, я влюбился просто в это комьюнити, это просто мне говорит, такой лояльности никогда не было. Просто мне говорит, люди сами, то есть ли сами не пишут и, короче, ну, покупают билеты, прикинь. Я вообще в шоке просто был. Это потому, что строителям делить нечего. Зарплата там, когда она ниже прожиточного минимума, можно со всеми дружить. Ты думаешь, вот из-за этого? Не знаю, понятия не имею. Но мы всю дорогу были бедными, страшно вообще. Мы вообще не понимали, как заработать в стройке. И возможно, потому что... О, мы опять сейчас к бабкам в стройке приподойдем, да? Не знаю, к чему хочешь, то мы и подойдем. Мы не понимали, как заработать, у нас не было денег, мы ко всем бежали, спрашивали, как нам заработать. Все, поэтому мы были очень дружием. Кромцов заработали? Да, да. Вы сразу избрали путь строительной компании, то есть вы не избрали путь мастеров, вы избрали путь строительной компании, то есть управленцев. Да, я вообще боюсь, вот все, что колешь, я режу, честно говоря, я думаю, вот этот болгар, когда мы сейчас палец мне пильнем, думаю, ну это же разные компетенции, вы учились делать бизнес, а кто-то учился делать картон, понимаешь? Да, ну не то, что мы учились делать бизнес, я думал, что я буду прорабом, который хорошо работает, который хорошо прорабит, получается, и вот вообще в идеале я думал, когда меня мама запихивала в институт, я полагал, что я буду главным инженером, я буду такой там в 45 лет, у меня будет зарплата 100 тысяч, это важно было. Мы в 2010, я закончил институт, в 2012, вот я 19 июля устроился на работу, вот, и у меня, вот мама мне уже 12 лет дарит торт на 19 июля, она очень хотела, чтобы я пошел на нормальную работу, вот, все, и вот в этот раз я прилетел в Владивосток, она тоже мне подарила торт, мы в офисе съели все. Я видел сторис. Да, очень мило было. Два года я проработал на работе, ну, до этого я у папы немного работал, у него же там компания была строительная. А папа успешный, строительный? Ну, был неплох, сейчас уже кончилось все, да, а он строил монолитные дома в Владивостоке, я тоже у него там, ну-ка, на летней практике. Он строил как кто, как часть какой-то компании, или он как вот собственник бизнеса это делал? Их было трое собственников в одной компании. А вот так, да? и он... То есть ты этот опыт впитывал все равно? Да, я с детства умел читать чертежи, то есть, ну, вообще без проблем. Я с детского сада знал, что я буду строителем, он там строил какие-то панельные дома, я ходил на стройки всегда. Но ты хотел быть строителем-управленцем? Или ты не понимал? Я вообще не знал, да. В девятом классе я пришел к папе на стройку, вот, летом, он говорит, все, будешь там этим бетонщиком второго разряда. Я говорю, сейчас какие-то курсы будут. Он говорит, нет, нет, просто подпиши, что бетонщик второго разряда, достаточно. Все. Еще ты делал? Я сваи выкапывал вначале, то есть там торговый центр был, там забили сваи, их забили как-то глубоко, не знаю почему. вот, там какие-то сваи были, метров там 11 примерно. Ты в смысле выкапывал? Все, вот, их закопали, они ушли глубоко под землю. Их надо, чтобы они, оголовки у сваи должны, венеца получается, верхняя часть сваи. Мне дали лопату, и моим двум одноклассников, говорит, ну, все, выкапывайте, теперь их должно быть видно. И мы... А, обкапывали, подожди, ты хочешь сказать? надо прям выкопать. Прям вытащить? Не, а, да, обкапывали. Они ушли глубоко под землю, и мы давай, короче, как не доставать. Ну, сделать так, чтобы обкопать сваю, чтобы, короче, можно было к ней приедать. да, все, и мы вот целый месяц выкапывали сваи, значит, каждый день ходили и выкапывали сваи. Это бетончик второго отряда. Это бетончик второго отряда. Ну, мы чуть-чуть позаливали бетон, я там этим, знаешь, идите вибратором поработаем, такие, вибратор, ну, это девятый класс был. Все, форматуру подержали, не помню, больше, помню, все, а так, все время только выкапывали сваи. И вот мы выкапываем, выкапываем, мы за месяц так и не успели выкопать все. Получается, копали, копали, не успели за месяц выкопать все. Это месяц работы был. Месяц, это было летнее. Чего себе, бедный, бедный, как ты слов. Вообще, целый месяц копал, а до этого только в компьютере играл, вот, значит, и потом закончился месяц, папа говорит, еще есть возможность еще 15 дней поработать, будешь я, не буду. У меня кореша сразу сбежали, они говорят, все, мы отработали, слава богу, все, до свидания. Батя говорит, давай, для тебя еще есть возможность все 15 дней поработать, будешь там, осталось там докопать чуть-чуть, короче. Я говорю, слушай, я не хочу, мне не понравилось, не хочу, короче. Он говорит, что, точно нет? Я говорю, нет, точно, все, не хочу. Ладно, хорошо. Эскаватору кому-то махнул, давай, он за два часа выкопал все вообще. Он говорит, что ты говоришь руками, головой надо работать. Говорит, вот экскаватор взял, он бы все сделал тут за 15 минут. Я говорю, ты что, папа, так нечестно вообще. Он говорит, на тебе твои 5,525, была моя первая зарплата, 5,525 рублей. Он говорит, все, вот твоя зарплата, говорит, тупая, но честно. Ладно, все, хорошо. Все, пошел, купил себе процессор на комп. Все, поставил, но оказалось, что он не подходил под мой системный блок, у меня сгорел весь комп нахер за этого процессора. Ну, бывает, зато я была у меня первая самостоятельная, честная покупка. Вот, как-то вот так. Все, и потом, я работал уже там потом мастером, я работал там, что-то там, размечал там арматуру, там на этом еще что-то. У меня даже было там пару, там граждан Средней Азии, там в подчинении все. Потом я пошел на стройку, работал мастером, именно, который там, управляет, мне уже дали человек 10, там в подчинении. Это не мастер, это уже, ну, руководящая должность какая-то. Да, ну, называется мастер. Вот, называется что-то мастер производственных работ, как так называется. Праба мне так и не выдали эту корочку. Я потом, я быстро увидел, что есть геодезия, освоил быстро геодезию, там не видел. Все, когда я подошел на стройку, я понял, что я в компы играть больше не хочу. То есть, я понял, что работать, это нереально круто. Ты сколько лет? Ну, сколько там, 22 мы универ заканчиваем, что там там, 23, что-то такое. Какая у нас разная история с тобой вообще, просто слушаю, просто. Все, да, я понял, что я не хочу. Все, какой комп вообще забыли. Я пошел, я работал часов по 16 в день, каждый день вообще с таким этим. Я тут же освоил геодезию, нивелир. Все, класс, пошел нивелиром работать. Все, потом там еще этот увидел, тебя одолит. Я говорю, о, хочу, тахиометр, тахиометр, который стоит там 300 косарей он там стоит. У нас был гидрис, я говорю, научи меня. Он говорит, мне говорит, свободное огнение, я точно хочу. Отвали от меня. Говорит, давай буду носить теорейку. Он говорит, не надо мне ничего носить. Я за ним бегал вот так вот. Все, я потом говорю, научи меня, научи, научи. Он говорит, вот тебе, тебе одолит. Это тоже как тахиометр, только, наоборот, Не электронный все. Он говорит, иди, короче, делай. И этим сможешь померить все? Я тебе дам такой. Я говорю, все хорошо. Пошел, короче, а зима была страшная. Я во Владивостоке там ветер еще дует около моря все время. Я замерзлась весь день с ним. Выставляю, да не работает. Выставляю, не работаю. Вот так, вот так, мерю, не сходится. Весь день простоял с ним. Думаю, гребаные лыжи, короче. И вот за день так у меня и не сошлось, короче. Я прихожу, говорю, Вова, ну не полу. Я все делал, короче, по науке. У меня не получается. Ну в чем проблема? Вова говорит, да он сбитый, говорит. Он и не должен работать. Я говорю, вот ты, пидар. Весь в дерьме. Я говорю, ну дай мне эту штуку, короче. Он говорит, нет, ну не дам. И все, я за ним бегал, бегал, бегал. Уговорил его. Я говорю, ну дай мне хоть что-нибудь померить на земле. Он говорит, нет, в офисе можешь что-нибудь померить. Я говорю, о, ништяк, все. Взял тумбочку, поставил тумбочку, померил всю тумбочку. Перевел ее в программу, там все дела. Изучил там программу, Civil 3D была. Все сделал, нарисовал ему тумбочку тахеометром на компе. Он говорит, ого, ни хера какая тема. Я говорю, все, все, смотри, я все умею. Пусти меня на перекрытие теперь. Он мне дал там держать рейку, я ходил с рейкой, все такое. И мое счастье было, что Вова бухал. И когда он в очередной раз не проснулся с утра, он мне звонит и говорит, Серега, слушай, можешь сам размечить перекрытие. Конечно, я все размечу. Все, я пошел, все разметил, все получилось, короче, все дела. И все, я с тех пор сам за него. Абсолютно мне за это денег не платили. То есть, все вот эта геодезическая работа, я потом сам бегал с этой геодезической всеми делами. Ничего мне за это не платили. Все, у меня так была зарплата там 30 тысяч, это мастерская получается. Все, и потом никак не начиналась отделка, короче. Отделка не началась ни на этих объектах, ни на тех. Я уже думаю, да когда? Я думаю, да что мы вообще тупим, короче. Надо взять, начать самому просто и все. И потом вот я уже подал первое объявление, понял, что надо открывать его ложку, почему-то я думал, что надо обязательно открыть его ложку, все. И мне вот Леха, мой будущий компаньон, мы с ним в скайпе сидели переписывались, он говорит, я ему говорю, я собираюсь заниматься отделкой и открывать его ложку, все. Он говорит, кто компаньон? Я говорю, какой компаньон? Он говорит, ну это же общество, это минимум два человека. Логично, да. Я говорю, ну на самом деле можно было одному. Я говорю, давай ты. Он говорит, давай. И вот мы уже 10 лет работаем. Чего, Савчики, молодцы, что они пособились. Это тебе вот теоделит сколько лет? А, это все, это все быстро прошло. Все быстро прошло, вот сколько мне просто интересно. Типа я в 20 лет купил себе машину с салона, я работал уже. В том моменте жестко. Не-не-не-не, у меня была зарплата 30 тысяч, ничего я не работал. Это 20 тебе было, или сколько? Нет, это, ну когда мы универ заканчиваем, по-моему, в 22 или в 23. А прикинь, я, короче, я в 14 лет, значит, я в 14 лет уже настолько плотно ставил на ногах, короче, я работал этот самый каково. Я там продавал всякие, короче, диски компьютерные на радиорынке, типа того, по-тираю, что же геймер, я геймс в смысле, я не просто дота, я играл в дисциплине один на один в Warcraft, короче, причем в топ-50 евро. Мы тоже играли. В топ-50 европы, понимаешь? В топ-50 европы мы не были. То есть, ну я все ВЦГ оттащил, короче, у себя в выигрывал, короче. То есть я прям геймер-геймер был, то есть я поэтому мне очень близко, а потом я начал работать, короче, вот как ты говоришь. В 14 лет я играл в компьютере, плакал, что мама у меня плохо что-то делает. Я понял. И в 18. И в 20, наверное, там, и в 20, там, и в 22, все там что-то. А когда ответственность стал за себя? Когда уже дети были? Во сколько у тебя первый ребенок? Так, если ему сейчас 8 лет, а мне 34, соответственно, в 26 у меня появился первый ребенок, а второй в 28 получается. Вот так вот. Но ты уже тогда был самостоятельен? Когда была точка самостоятельности? Как на работу пошел? Все, мама сказала, все, пошел на работу, пошел. Это типа 30 тысяч самостоятельности? Да, да. Ну тогда это было в 12-м, в 10-м году нормально было. А жил где? Жил дома. А, дома. Да, да. Просто ты просто кушал, то что мама готовит, но 30-ти зарабатывал. Не, 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 все, мама уехала сразу. Ну я там, я... Ну просто, знаешь, вот все говорят, бизнес, бизнесмен, это чувак, который, короче, типа сам самостоятель. Ну то есть, он может брать ответственность за себя и за кого-то рядом. Ну то есть, типа, часто у тебя так есть, но когда-то же так не было, и вот где была точка перелома? Так, значит, давай так, вот мама была когда там до лет 20-ти... Охренеть. Четырех, наверное, конкретно вот. То есть все там, все, мама-мама. Но опять же, это было не в чем, мама ты мой бог там. Нет, мама ты плохая, все, мне ничего не нравится, мне ничего не надо, короче. У тебя так было? Да, да. То есть ты винил маму? Да, 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 да. Вот, все. Слушай, а ты поработал хорошо над собой, я так думаю. То есть мама во всем виновата. И бабушка тоже. То есть ты на полном серьезе винил маму? Да, конечно, я ругался. Давно простил, так сказать. Давай про другую тему. Я знаю, что ты, короче, сейчас вот... Ты же понимаешь, что это никто смотреть не будет. Не-не-не, я понял. Я имею в виду вот... Не, если хочешь, окей. В плане осознанности, мне просто интересно. Как вообще все менялось? Да. О, это прикольно. Наверное, это будет смешная история. Ну, просто, блин, чувак, который играл в дот, просто вдумайся, сам факт. Чувак, который играл в доту, который жил с мамой 24 лет, и по сути ел ее еду, и ты зарабатывал себе на кроссовки. И бабушки, и бабушки, и бабушки. Да, в лучшем случае кроссовки ты, и на компьютер ты покупал, да? Что-то мне не знаю. Не-не, компьютер мне бабушка купил. На счеты. На что ты бабки тратил, кстати, в тот момент? Ни на что, я их складывал. У меня на еду тогда уходило, на меня и на мою будущую жену, уходило 12 тысяч в месяц, я помню. А будущая жена, прости, жила с тобой, с мамой и бабушкой? Нет, бабушка жила в своей квартире. Вот так вот. Я жил с мамой, когда будущая жена заехала к нам, мама сказала до свидания, и свалила в это все. Ты шоколадно просто. То есть ты выгнал маму? Нет, она сама уехала. Ну, понятно. Я говорю, давай оставайся. Она говорит... Готовить-то надо кому-то, да? Там стирать вот это все. Нет, все, уже будущая жена прекрасно готовила. Вообще лучше всех. Да. Не понял. И получается, что... Слушай, а папа? Ну, извини, уже росло. А он отдельно жил давно, с 13 лет. А, то есть с 13 лет ты с мамой? Да, да, да. Все, я понял. Вот, что получилось. Бабушка нам тоже приносила еду, но мы с мамой говорили, что нам ничего не надо. Но когда бабушка уходила, мы быстро там... Вкусно было. Курица с картошкой у бабушки фирменная была. Вообще мы там давай в три горла. Но бабушка, когда приходила, мы говорили, нам ничего не надо, мы самостоятельно. Что? И потом мы стали работать. Мы стали работать. Мы думали, что мы будем большими бизнесменами. а оказалось, что нет. Вот. Ничего у нас не получалось. Мы работали из-за дня в день, из месяца в месяц. Денег нет. Вот так вот. Ну, я работаю на основной работе своей вот этой вот. И вечером я еще работаю, ну, вот там, по объектам мы с Лехой ездим. А, то есть ты грамотно, да, поступил? То есть ты не открыл свой бизнес, я занимаюсь только им. А ты работал на работе, а там типа вот, ну, как бы... Да, я работал на работе, да. Засеивился, да, так сказать? Да, я там шланговал, как мог вообще. Ну, у меня же там оклад. Ну, естественно. У окладника какая мотивация? То есть у тебя есть оклад, это твой потолок, правильно? То есть у тебя есть 8 часов, например, за которые ты получишь свои 30 тысяч. То есть твоя мотивация, как окладника, снизить количество часов. Ты же не можешь увеличить количество рублей, но ты можешь снизить количество часов, и я снижал их на сколько мог, получается. То есть если можно было свалить с работы под любым предлогом, то есть я сваливал только в путь. Если на работе можно было не работать по работе, а можно было лендинги делать, там трафик настраивать, еще что-нибудь, я все делал. То есть, естественно, у меня компьютер был такой, который монитором стоит, чтобы меня никто не видел. Все, и всячески со всех сторон там я пытался как-то выжать еще время, чтобы у меня зарплата капала, а я работал в другом месте, у себя на работе. И я думал, сейчас мы начнем зарабатывать тут миллионы, перевалим там, ну хотя бы, чтобы мы сотку в месяц точно поднимали там в этих ремонтах, и можно увольняться. Так этого и не случилось. Так сотки в месяц у нас и не случилось на самом деле. В какой-то момент мы взяли торговый центр, получается. Взяли торговый центр. Были в жестком минусе. И вообще по расчетам, тогда мы подписали торговый центр за 4 с чем-то миллионов стоимость работы. Мы были вообще... Сумасшедшие. Это были, это вообще, это... Мы вообще, мы когда подписали, мы там верещали просто как 14-летние девочки. И потом и с корейцами мы договорились, что они нам все сделают за 700 тысяч. Ничего себе, вот эта маржа. И мы такие... Ничего себе, можно по Мерсу сразу покупать, по-моему. Мы такие, сейчас бабло. Ну, во Владивостоке Мерседесов не было, но какой-нибудь грузак. Ну да, ну типа миллион рублей набрат, а нихрена себе. Да, даже больше, по два, по полтора. Вот, мы такие, ничего себе, мы сейчас бабок поднимем. Вот это дела. Я тут же... Ну все, я, короче, на работе говорю, все, короче, мы аванс получили там первый, там что-то там... Ну нам дали что-то там 1300, но сам был неплох. Боялись, что эти два звездюка свалят сейчас куда-нибудь. И мы такие, все, я говорю, все. Это вам сколько лет? Я увольняюсь. Это, наверное... Так, смета была 14-го года. Это было... 8 лет назад. Мне получается 26... Вот примерно где-то и сын родился. То есть в 26 лет ты взял... Охренеть, у тебя роско. Торговый центр. То есть в 26 лет ты первый раз взял 300 тысяч в руки и сказал, это просто вот... Это было хорошо, но мы знали, что нам сейчас, сейчас мы начнем, и нам дадут еще там, и нам дадут там еще там... Ну то есть в любом случае ты чувствовал себя, то есть я вот, я просто помню, когда я взял первый раз 300 тысяч в руки, это было типа 20 лет мне было. Вот, и я так, ну как бы, офигел чуть-чуть, да. Жеванный крот. Ничего себе, то мы... Да, да, то есть я себя чувствовал самым районом. А мы квартиру делали за 300 тысяч. Квартиру за 300 тысяч делаешь, а тут тебе аванс только дали 300 тысяч. У тебя впереди еще там сколько денег? И мы такие, ну, понеслай, давай, душа в районе. А миллион первый когда? Через сколько? Через сколько? Мне сейчас просто забегать. Очень хороший разговор он спошел. А миллион первый когда ты в руки получил? Свой. Свой миллион. А эти 300 тысяч были, кстати, не мой? Я понял. Конечно, я понимаю, я это понимаю. А теперь вот, кстати, мы там еще не заработали. лет через сколько лет ты получил под первый миллион на руки свой вот он был твой первый миллион наверно что был мой это случилось когда не говори два года назад по-братски сейчас 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 нарожаю так я думаю что я не могу вспомнить кого конкретно подряда я знаю сколько нет я думаю через сколько лет вот важно даже не просто интересно я думаю что это случилось наверно года четыре назад вот так вот то есть так лет в 30 вот так вот лет в 30 лет 30 нет до роста дома города дома города когда была вот виталий ушел а вот он бы сказал мне тоже в 30 прикинь не обожди дома города была не в 30 я думаю дума города у нас было да где-то в 30 лет я взял миллион рублей в руки свой собственный а я думаю наверное она у нас было лет когда мне было ребенок у меня тогда уже был точно наверное лет в 28 лет в 28 до вы выросли просто супер сильно супер быстро от я медленно я так медленно рост просто вот тут просто медленно миг вот прям вот по чуть-чуть по чуть-чуть но это было вообще афера века это дума города кто на ю тубе смотрел когда у нас было подписчиков тысяч 10 вот это вообще мировая тема была я весь день работал вечером прибегал короче берете вы 300 тысяч до берем и 300 тысяч я думаю все короче я король мира увольняюсь все мы там к подожди стоп блин для 5 важно ключево что когда ты зал этот миллион рублей у вас же был уже оборот то есть у вас было какой-то машины инструментом то все 5 вы уже в принципе но были то есть вот когда я взял свой первый мир в руки меня же был укомплектован жутко мы тоже были укомплектованы просто это все было наоборот ку это были как бы типа не наши деньги получил вообще было сложно понять какие были наши кинемаши потому что учет не вот я прям помню когда мой я мог купить все вот когда был мой это было дума города мы сделали я думаю что где-то в 28 лет наверно вот так вот да это был прям вот я не помню я сегодня посчитаю клинопаду сфотки но потом я впаял его обратно фирму получаю это нормально это рассмыслит норма я тоже так сделал естественно вот это было неправильно а что нужно было сделать нужно было потратить все потому что деньги ника не тратил я деньги не тратил почти не вообще никогда то есть час не тратить я часто особо не трачу да вот но я сколько с тобой не тусовал никогда не видел но тогда мы жили вообще прям впроголодь и даже когда бабки были просто их клал короче все типа вот это типа подушка безопасности у нас бедность башки не знаю не знаю вот это вот это супер неправильно вообще когда ты даже когда я помню когда я тебе сказал пойди-ка вот сходи да я чуть не оглох в этом сумме там с ума сойдет это вот соленой мы пошли в сумму ну я я же сказал ты такой ален эти то же самое я смеюсь а когда на тебе говорит а я как раз же слышу это я выйти говорил два дня назад об этом это как раз короче да ты первый сказал я типа он грируем поди пойдем со мной она говорит со мной пойдете на да да ужас какой я смотрю кроссовки за 20 тысяч мы че тут шар запускаем так вы плохо еще в плохой магазин зашли не я видел и дороже кроссовки у алены сильно дороже кроссовки чем 20 вот мы получаем 300 косарей я думаю все ща взлетим вообще мама дорогая это считай пол работы корейцев уже оплачено ё-моё вот это сок вообще и все мы работаем а корейцам нужны бабки там все вперед получается все дела они без авансов не работают но мы сейчас мы платим 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 потом нам заказчик выкатывает там доп работы одни вторые третий помогите тем всем потом заказчик сам где-то тормозит работа а корейцы тебя бабки выжимают только в путь не заплачены просто уйдут потому что им нужны деньги сейчас короче но опять же мы-то так рассуждали на самом деле можно было и не платить пока работа не сделано но мы не знали об этом до нас отжимали мы отжимались вполне отжимались хорошо и вот наступает тот момент когда ну нам деньги плаванцы платят все такое все хорошо а корейцы выбрали свои 700 косарей вот работу не доделали и говорят она еще делать еще процентов 70 они 700 косарей уже выбрали они год нам нужны еще бабки или мы уйдем мы египты неожиданно ладно и мы их мы говорим ну давайте мы вам будем платить тогда сколько-то ну в день и каждому крест нужно было давать фирму 20000 20 тысяч в неделю вот так и мы такие ну ну а чё делать ну хорошо плюс мы взяли еще там гражданам с узбекистана по-моему там узбекистан таджикистан им тоже платили сок то в день и они там что-то носили перевозили ну-ка это помогающую работу делали и вообще оказалось так что когда нас на объекте не было они ничего не делали а когда мы приходили все наводили бурную деятельность такую типа агрессивно и мы стали по балкам проседать проседать нам на ванском как-то платят мы как там что-то перекрываемся людям отдаем и в конце оказалось вообще что мы доделали объект все у нас было человек 70 там на окладе нагольным которые не делали вообще ничего мы уже и так и так 70 за 4 миллиона до представляешь сколько месяца длилось длилось где-то полгода короче ну и ходила бабки брали кота было больше кота меньше нам давали аванса мы с ними расплачивали но они работали надо понимать что же мне еще математика не бьет надо понимать что у них зарплата была там у кого по там 600 рублей в день у кого там по 1000 рублей в день кого ну вот такое двадцать тысяч неделю должен был каждый отдать это корейцу это корейцу а у например узбеку нет и можно было платить мало ладно да вот корейцев не было 70 человек корейцев было человек 10-15 вот так ты не мог их много взять себе и ты должен был выдать им фронт работы а сколько квадратов было уже не помню спортзал да вы делали нет нет это был наш первый торговый центр 2000 квадратов там было я сейчас все переделал я сейчас все переделал отвечает но мы делали только отделка без инженерных сетей инженерку делали другие ребята все и короче говоря в конце концов у нас на брата всего в сумме получилось по 300 косарей на лицо вообще вот за всего этого дела за полгода то есть мы и заработали там по 50 тысяч в месяц считает он по 50-60 вот так вот но нам потом дали следующий объект все следующий следующий и понеслось и так как то вот на авансах там на оборотках мы вот перебивались но почти всю жизнь иногда у нас стрелял какой-нибудь жирнючий объект ее типа дума города типа маяка распила причалов там еще очень такое хочу вот что-то стреляла такое раз в год примерно с чего мы могли взять денег и я их вот так складывал и вот на конь там условно там то что нас подрядов получалось там с оборотки там на полтинник мы себе даже деньги не забирали почти мы себе деньги у нас не было оклада какого-то мы себе деньги брали только тогда когда наши заканчивались и мы из оборотки брали себе там не знаю тысяч по двести и вот растягивали их там на сколько времени то насколько хватало лёха как согласился согласен был на это а у него тоже выбора не был какой у него выбор то есть ну вот вот так у может у тебя такое мышление он хочет гулять тачки там не знаю лёха тоже жил с мамой мы оба играли в доту и оба жили с мамами короче поэтому не это мы не парилиска вот и и вот никогда мы не могли денег-то и заработать и вот стрел жирный подряд вот такие были какие-то банки мы хопа взяли положили сюда я вот не знаю там вот что-то мы выбираем оттуда что-то отсюда получается и все и вот жили прямо вот впроголодь вообще всю дорогу и больше строитель на самом деле вот на консультации ко мне люди приходят большая часть людей так и живет и большая часть живет на оборотке большей части людей если им сказать отдай оборотку все хана все да вот пока я с компактом закройся заказчикам и все остальное да никто не с почти никто не может да я знаю вот это была вот серьезная ошибка короче на самом деле много было чем хочу хочешь ладно все я понял с чего начинал все я понял я немножко какой-то какой-то пробел своего незнания я закрыл прям очень хорошо сейчас а вот она нас стоит сказать как 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 изменилось это давай вот так да и это будет полезно для зрителей наша мы рассказываем то что она не будет особо полезной нахуй это смотреть не будет но есть полезная информация у нас как как этот день когда меняется мышление значит во первых страшную вещь скажу я ходил на бизнес молодость и там я был когда я первую я ходил от занимался потом я с этого года я думаю что 2012 почему-то мне так кажется вот на два года раньше чем я вот это два года раньше заработал миллион я понял да да кстати я помню к ты пошел я подумал о я уже был на бизнес молодости только пошел да вот я занимался и потом я пошел проверять домашние задания там была возможность проверять домашние задания я задорова не задание выгонял людей да у нас было там во владивостоке прошло 30 потоков из 30 потоков я 29 от проверял то есть я на все ходил абсолютно вообще на все ни одного ничего не пропустил вот только вот последние не пошел уже все и каждый раз каждую субботу я приходил и проверял домашние здания никто мне за это не платил ничего не это я смотрел как предприниматели вообще живут всякие разные кто правду говорит то я сразу насмотренность да как вычислить того кто говорит неправду то есть как человек у меня 300 тысяч в месяц я зарабатываю я уже понял что 300 тысяч месяца бы давно зарабатывать давно ну вот за два года это 7 миллионов 200 ты точно их не проел они или в квартире или в машине или на счету показывай и больше если не могло показать не вы все будет человек у меня трафик много заявок показывай аналитику показывай статистику показывай индекс директ и когда я стал до людей прямо вот доебываться показывать давай я хочу знать точно давай и в какой-то момент но с лёхой тоже имя где у меня есть ощущение что вот мир как хрустальные вазы такой не прикасаешься на двух взрывать то есть вот люди там в пиджачках еще что-то такое там все ходят такие на бриолине и ты у него начинаешь расспрашивать и все неправда все неправда и вот один чувак там и к нему приехали он говорит он типа такой бизнесмен весь из себя и мы такие слушай нас есть там какая-то идея даже не поменьше было давай вот за партнеримся и будем там вот втроем партнерами я лёха и вот еще он он ведь я не могу вот без своего партнера тоже не могу короче мы гомонах и ну какой он функционал будет не стебать нет без него вообще нельзя ну хорошо мы познакомим нет познакомить тоже не могу да что ж так хорошо такое и потом через пару месяцев оказалось что партнер это его мама и она на все деньги ему дает получается вот а он просто ходит в пиджачке такой и мы давай вот я понял что вот это вот 100 человек придет там 123 предпринимателя классных будет получать я игры давай иди сюда как чё ты делаешь вообще ну как что не понимаю то есть объясни и люди год ну вот так создаем вот так создаем вот так делаем и я я тоже создавал трафик например продажи все такое там производство все делал полчаса у меня не получается вот они делают а я тоже самое делаю и не получается я думаю так так то вообще ну как то почему не получается у него получается мне не получается потом я ходил на управленческие поединки я закончил там таллинтскую школу менеджеров тоже там у тарасова это где ты сидишь напротив друг друга у вас есть ситуация и вы в чине минуты переговариваетесь вот так это ты тоже видишь как разные люди проявляются в стрессовой ситуации человек всегда проявляется одинаково если он не натренирован и потом выходили еще во владивостоке бы такая штука расстановка по берту хеллингер это расстановки всякие психологические где человек приходит и там практически невозможно соврать практически невозможно соврать потому что тебя видно прямо насквозь вообще это такой психологический прием кому интересно расстановки по берту хеллингер посмотрите на youtube очень интересно и вот я везде ходил со всеми разговаривали плюс еще встречал с предпринимателями разговаривал и я заметил что и у меня очень внутри было много вот такой прям ненависти вообще я смотрю вот у кого-то есть больше просмотров я думаю и вот прям нашу прям не могу его смотреть него есть больше просмотров да я думаю сволочь как так короче или кто-то больше зарабатывает думаю вот и ты сидишь злишься прям ходишь думаешь этот мудак этот мудак этот мудак о этот хуже меня все с ним буду разговаривать хорошо этот лучше меня прямо надо вся переступить чтобы узнать хорошо а как у тебя но объясни мне короче вот говорю вот такая злости не поменял это мышление потом я увидел что люди которые приходят она она был один ключевой момент такой серьезный мы пришли вот у нас были управленческие по имени ему на нас были строители рекламщики там всякие сетевики короче им у нас были озлобленные такие управленческие поединки прямо жесткие мы причем стояли кто-то сидел за столом а мы прямо стояли друг напротив друга и прямо жестко друг друга мочили вообще вверх да прямо жесткий вот прямо versus да вот язык острый остался до сих пор и мы пришли на другие управленческие поединки где были продажники всякие программисты короче все такое и мы пришли и у нас там вот была ситуация что нам нужно было купить типа ситуация тоже там у нас были быстрые минутные ситуации такие мы такие скорострельные были по управленцам а у них такая на 15 минут будут переговоры таки и мы такое у нас команда строителей против их команды там программистов продажников а мы тоже хотели в продаже но не получалось мы заходим в продаже. И нас прямо рынок выплевывает. Не можем продавать. Продаем там диваны, продаем, продавали, приносим диван на место. Она говорит, мне не нравится, он что-то с какой-то коцкой там. Идите, меняйте. И мы диван там с Лехой, значит, несем обратно, меняем, приносим новое. Опять плохое, опять меняйте. И короче, нас из продаж прям выплевывало, выплевывало. Не можем зайти. И вот эти продажники приходят. И мы. У нас ситуация, у нас была ситуация, что мы хотим купить абонемент спортзал какой-то элитный, а у них ситуация, что они должны продать вот так вот. И нам, наша задача купить по максимально выгодной для нас цене, у них задача продать по максимально выгодной для них цене. Наша задача договориться. И от нас вышел Леха, кстати говоря. Ну вот он, хорошо. От них вышли там какие-то другие ребята. И Леха говорит, я владелец, ну там любые водные может говорить, и это будет правда. И он говорит, я владелец там нефть, сталь, газ, уголь там и все самое дорогое, золото металл компани, хочу купить у вас абонемент, я приведу к вам еще там 70 человек, но вы мне отдайте абонемент бесплатно. Они такие там ломались, сломались, он их уговорил, они говорят, все хорошо, вам абонемент бесплатно. Он такой типа все, мы выиграли, мы купили абонемент за 0 рублей. Типа, нет нас ни каких там ни людей сзади, никого, короче. Вот все. Короче, мы вас наебали, короче. А я такие типа, блин, типа, ничего все, типа, а че, зачем вы так сделали? Он говорит, уроху, она была выиграть, мы выиграли, все, выебали вас высушили, че? нормально и таки ой это было типа не круто и мы такие ой короче не умеете проигрывать все свободно короче он и они такие как хочется ну тоже понимаю что вну на дальнейшем типа мы бы с тобой типа не работали ну и мы таки типа ладно все они плачут кажется дела все идем там курилки стоим мы такие рассуждают по вот там лошары типа все мы их там высушили а вот такие сидим на завтра то в продажах то они аниме в программировании они аниме мы завтра пойдем дальше на свою стройку грится за копейки типа они такие лайтовые кайфовые получается там рассуждают о том кто там с кем что дальше будет отчетом про будущее она мне до будущего нам сейчас до 10 тысяч надо тоже от нечего будет завтра и я увидел что потом я стал обращать внимание на управленческих поединках и везде один чувак тоже пришел тоже богатый весьма он пришел на управленческие поединки и он такой садится и он посмотрел как там но мы там грызнемся там прямо жестко и он хопа встает и уходит и мотки а ты чё куда я обратил внимание по ходу вас вот надо читаю ругаться перебивать друг друга типа я такое не люблю нет все и ушел к и а почему его как так и вот эти все богатые чуваки оказались не озлоблены богатому чуваку не надо короче вот 0 я доказываю что она левая антилопия типа выгруз выгрызать что-то не надо вот это вот вот этой битвы за копейки и вообще нету то есть такой мир получается для этого человека достаточно изобильный и не нужно вот если есть какой-то конфликт риск это неприятный человек ничего страшного он не будет с ним контактировать а если у тебя есть неприятный человек там например бываешь какой-то партнер там или заканутом заказчик там еще очень такое нет и должен дожать до конца он тебя мочит получается а ты должен там крепить седло и это как было бы ниже заказчики ну большая часть заказчиков больше заказчиков хорошие люди но есть некоторые люди которые вот хотят там потребительский терроризм еще что который хотят тебя замочить и ты как такой не за нормальный достойный человек должен сказать блин я вот такое отношение не готов к себе принимать да давайте мы сейчас за актируемся и разойдемся все но большая часть строителей так не делает заказчик его там шпили вели короче делай а он крепит седло на него злится ругается с этим заказчиком но дальше работы это нелогично так не надо делать если ты находишься в месте которая тебе не нравится нужно из него встать и уйти но ты находишься постоянно вместе которая тебе не нравится и ты в нем дальше находишься это тупо но и ты этого не видишь абсолютно то есть наши заказчики наши подрядчики ой наши заказчики наши партнеры там которые нам поставляли заказы грубо с нами разговаривали например там как-то неуважительно там позволялись и не платить нам деньги еще очень такое но мы воспринимали это как ну типа нормально у нас хуй сосят ну наверно так и должно быть а так не должно то есть ты можешь и когда ты начинаешь жить достойно что ли да ты перестаешь вот это вот там на крик промышлять отсосом то все становится на свои места все здорово и люди с тобой достойно общаются и ты говоришь опять же это озлоблен с чем гайда и умышлен нас открытая наценка там все такое ты показываешь лишь у меня мои услуги стоят столько это наценка на них столько-то то есть мы зарабатываем столько-то это наши услуги они стоят столько-то все те человек говорит я не буду за это платить на окей нет проблем хорошо мы не можем работать вот все тогда я ухожу хорошо не проблема мы работаем над трафиком то есть мы не цепляемся за каждого человека у нас есть условия классно у нас классный продукт классные условия все супер и у нас достаточно заказчиков чтобы с нами работать и мы не просто потому что мы такие классные к нам сами пришли нет мы работаем над привлечением клиентов мы работаем над тем чтобы клиент был доволен все если ягод я не хочу с вами работать раньше в старой парадигме мы бежали за ним роняя кеды нет пожалуйста купить и умоляю он гайда делайте мне скидку сто процентов все хорошо скидка сто процентов только купите нас а потом когда ты вот меняешь эту вот парадигму униженного и оскорбленного как-то мир становится по-другому и у нас была такая ситуация что у всех так мы больше строитель такая штука есть у тебя есть 20 объектов 20 заказчиков которые в те души не чают и 20 и два человека которые тебя ненавидят вообще и они тебя вот каждый но ночь тебе звонят полночном еще очень такое и вот прямо вот вот душат тебя и все вот я не знаю не сошлись вы характерами еще что случилось и мы всегда и вся твоя компания работает на этих двух человек вся компания работает на двух человек и в какой-то момент я понял что я вот все не согласен короче все не хочу я вот этим вот двум человеком позвоню ну нам нужно актироваться и ну все и расходиться и все там что же там волна ненависти такая пошла я говорю ну все-все они к этому бабки возвращая там еще плюсом сверху мне возвращение мы такие все хорошо и мы прям собрали деньги вернули и с двух работаешь все 20 ждут пока ты там вот решаешь свои какие-то детские комплексы мы на этих 20 мы заработали больше сильно больше мы смогли оказать им дополнительный сервис продать им комплектацию и так далее ты раньше не сами бегали по магазинам мы теперь на них бегали по магазин у нас его делать время и мы сделали лучший дизайн лучший сервис лучший ремонт все сделали по высшему разряду и мои и компания кайфанула и мы кайфанули и заказчики кайфанули вообще все стало как это колесо баланса пришло в норму кэш все вот какая то вот такая вот честная чистая открытая парадигма и дает тебе возможность и жить достаточно не знаю свободно спокойно вам пришло когда уже у вас было какое-то количество то есть офиса да уже у нас был офис в нем у нас было человек пять наверное то есть вы сражались вот так вот на этом вот рынке короче где то где то примерно когда у вас уже вот уже там оборотка была уже к объекта были вы короче пересто а ты паница тарам лёша должен же такое это все это все вот у нас все совместно вот так не сложно сказать что что-то сделал он или что то сделал я вот так как то мы мы все время вот ездили в машине все время какие-то переговоры Business идет где я о чем-то размышлял он о чем-то размышлял ему с время вот какие-то мероприятия мы ходили и вот у нас совершенно разное мировоззрение вообще разное вообще диаметрально противоположную но мы выходили из какой мы на встрече ходили вместе всегда и мы выходим с какой-нибудь встречи у меня одно мнение у него вообще другое мне кажется в этом была как наша сильная сторона что мы могли принял замена что вы не похоже я вот несколько раз с него общался с тобой да да мы вообще раз и да я так думаю блин вообще другого от разного поля ягодки ну так но у нас прямо вот такая вот общая цель была вот наше все дело вот это вот поднять получен и мы срались по 10 раз на дню вообще то есть там все вот и сейчас у нас тоже там какой-то конфликт опять образовался то есть периодически ругаемся или систематически даже не знаю бывает почти в хлам просто какое-то время не разговариваем но все равно есть какая то вот это вот вот к это вот одна цель такая которой мы валим и ну вроде пока работает короче вот так вот куда идете мне нравится идея что мы я в основном вот ну говорю рассуждаю таким вот там оборотом там прибылями и так далее и мне нравится идея в том что можно развивать и оборот и чистую прибыль вот так вот мы развиваем обороты чистую прибыль и как следствие для лина без не по нормальному языку то есть поймешь ты сейчас не говоришь такими вещами то есть ну грубо говоря там да то есть ты стал считать деньги ты видишь там на движение денежных средств у себя по компании и ты смотришь по-другому просто ты вот сейчас мне говоришь я тебе понимаю нас зрители не понимают объясни по-другому нам нужно увеличить размер компании размер компании тем больше чем больше у нее оборот и прибыль оборот это сколько заказчик нам дал денег а прибыль это сколько денег мы можем забрать себе вот вот так и то есть окей сейчас цель ну то есть вот что тебя мотивирует вообще-то пытаюсь достучаться до тебя что сейчас что что вы сейчас смотрите мотивирует работать тип того да давай да мне просто нравится работать мне просто нравится мне нравится работать вообще вот я сейчас уже уже ты же не работаешь я очень много работы я все время работаю вот все что время у меня есть я все время работаю просто нет такого что надо сначала определиться что называется работой вот когда ты копал там за 5 500 вот эта работа да вот это не работа да получается не почему это работа ничего подобного вообще это вообще чего вот эти твой dds пины это не это чуть до выполнение текущих обязательств это не работа вот так выполнение текусь текущие обязательства поддерживают твою компанию просто на плаву ну чтобы там просто если перестанешь работать в таком плане а кстати блин как это глубоко действительно если ты выполнение только теку если ты выполняешь только текущие обязательства не думаешь да это прям моя работа твоя работа заключается в том чтобы компания шагала на новую ступеньку вот так ты должен сделать так чтобы компания шагнула на новую ступеньку вот что ты должен делать если ты выполняешь текущие обязательства это значит что ты как раз таки не работаешь ты просто шлангуешь куча людей например особенно но небольшие предприниматели литковым бригадир который хочет там чтобы него была там компания к он говорит ну я вот вот работал я например вот за плиточника там вот укладывал плитку вот это ты не работал это ты взял как это происходит заказчик на тебя давит ты не можешь найти плиточника который сделать так хорошо как ты не можешь найти плиточника ты переодеваешься в робу и топаешь укладывать плитку это значит что в этот момент и перестал работать ты съехал со своих обязательств со своей должности и встал за какую-то достаточно простую понятную тебе деятельность вместо того чтобы взять весь этот стресс выдержать найти плиточника но нет плиточников свободных в нашем городе конечно это у вас во владеостоке полно у нас нет есть на те не нужно их 200 тебе нужен один нашел плиточника поставил его и вот это ты поработал получается все вот это ты взял и вот эту вот всю структуру построил вот это ты поработал вот так а потом построили парадигме ты же не считаю что это единственный правильный способ жизни твой ресурс твоя молодость вот так вот потому что сколько я не так-то много встречал плиточника но сколько я плиточника встречал когда им становится там лет там 40 с чем-то да он говорит что-то с коленями уже не то типа колени не те и я у вас сейчас понял что мне нужно кого-то обучать какого-то подмастерье потому что я понял что здоровье уже не то и может он за это время того не знаю что заработать две квартиры может ты точно заработать две квартиры к 40 годам теории может можно целиком так и заработал у нас есть про него отдельный ролик может заработать две квартиры и что разве там сдавать не знаю ну как бы ну не знаю как углового да ничего ты не можешь с этим сделать хорошо сдавай две квартиры и сколько будешь получать 80 тысяч ну нифига себе должна ли твоя жизнь этим закончится подожди подожди ты его жизнь чё ты за него решаешь лишь говорю с твоей парадигме жизни вы должно быть так ну грубо говоря но ведь это же не единственная возможная линия жизни может быть человек ты кто-то должен быть вот плиточником вообще-то ну тут как бы линейным сотрудником там не за называй как хочешь мне просто так нравится это слово потому что он так правит такое правильное то есть вот ну ты можешь все писать что ему кайфово от этого вот он кайфует вот как ты кайфуешь а то не знаю создание там соседания и возможно ты дольше проживешь возможно это не факт что тебя не сожрет не факт что тебя не сожрут твои мозги потому что это очень сложно то есть я могу сказать что вот я худею как не знаю кто ты он тоже смотрите кожа кости я просто ну я вот я ем дорогую еду себе ни в чем не отказывай мне тащи проблеме уметь проблем уже и не хочу уметь в том что я просто не могу спать уметь в том что я постоянно думаю постоянно думаю думаю а чувак у меня может плитку или делает малярку и знаешь мне кажется он даже счастливее чем я такое может быть и дело не в том что я езжу там на мерседесе он на метро ну вот ему по кайфу так вот и можете такое представить в краткосрочной перспективе возможно мне было по кайфу играть в доту по кайфу было в натуре ништяк было вообще кайф там все потом мы играли еще вархаммер ну то есть все должны так или иначе порабощать людей не непосредственно как это правильно сказать просто мне кажется что каждый на своем месте должен быть просто вот если тебе кайф в этот отрезок жизни делать вот это почему нет пройдет чуть-чуть времени чуть-чуть например какую-нибудь частную школу чтобы что тебя отдали в частную школу нет меня не отдали а жаль почему жаль я тебе больше хочу сказать я лично знаю у меня огромный знаешь у меня огромное количество клиентов очень обеспеченные люди очень и без в той смысле очень обеспечены и них не счастливые дети в элитных не просто не счастливые более того этим детям некоторым по 30 лет и они не просто не они самостоятельные они не просто они вообще одну то есть не получилось при том что эти люди могут себе позволить там не работать вообще то есть как понимаешь и вот они сильные дети у них слабый я уверен что если бы я но я так думаю я так думаю что если бы я бы вырос в богатой обеспеченной семье я бы точно был бы скорее всего я мог бы мне я уже мог старчатся не знаю что со мной могло бы такое произойти потому что я там подвержен тусовкам там всякой фигне короче вот но со мной этого не происходит потому что я привык вот прям к жести такой прям жести жести но мы знаем много обеспеченных богатых людей на и которые были даже самыми богатыми людьми мира которые закончили элитные колледжи вот или не закончили да 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 то есть но это не сто процентов а более того но если мы возьмем всю статистику всю статистику то только 30 процентов из богатых семей все остальные из бедных 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 семей а самые обеспеченные люди сто процентов из бедных семей ну одни сам хорошо я не беру сейчас каких-нибудь там ракфеллеров и прочих там ничего страшного те кто мир поменял это также дает и окружение хорошее окружение хорошее ты можешь там получить и много чему не да 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 я не спорю вот и получается так что хорошо ты можешь отдавать можешь не отдавать в больничку ты можешь пойти в платную может бесплатную пойти что давно был бесплатной больнички по полису я просто пошел заплатил там не знаю 40 тысяч за все обследование это я но еще раз говорю с этим я согласен полностью вот здесь вот в этом а теперь позже давай а еда да например да а кто-то должен есть макароны сосисками например каждый вечер должен есть макарон сосиска ваша не дешевле кому и гречку подожди то есть твоя ты думаешь что только деньги решают все нет это просто важная часть жизни которая пронизывает всю жизнь и в них неплохо было бы разбираться их неплохо было заглашать аминь нет я с тобой знаешь я просто я сам с собой спорю я сам с собой спорю не с тобой я сам с собой спорю пытаюсь понять все вот значит это серьезная часть жизни больничка да дети да ты можешь детям купить кучу мощную обувь он за 800 рублей продается видел в переходе продается да а есть ботиночки которые стоят по 6 по 7 по 10 тысяч например рублей они ортопедические они некрасивые все у тебя сын мужской пап хочу вот эти красочи за 12 тысяч ты ешь пойду я не знаешь наверное какие-то не очень да давай мы возьмем чуть за 300 нормально че какая это лучше вот за этим доносишь получается него не факт что того пацана была неправильная нога по твою тоже пойдет это ребенку так объясняешь да мой папа чё ты идешь знаешь там вы идёшь там по подъезду да он весь такой течет короче знаешь такое то там какие-нибудь там на реки до шприц или снасы на горячей такое ой сын да это знаешь там это тоже такие люди есть знаешь не не смотри на это не надо не смотри он такой а что мне интересно что это такое хочу то шприц такой не не надо не бери не бери думаешь он не пойдет не возьмет конечно пойдет возьмет и сколько детей могут заразиться каким говном от всего этого дела но ты мог жить в другом районе у тебя были деньги там квартира в центре до стоит миллионов 50 вот было бы хорошо чтобы например твой сын общался там там с другими там ребятами да и ты не думал выпустить его вечером гулять или нет ну не знаю да конечно он может вырасти весьма сильным и все такое и все кто мы сейчас сидим такие наши папы нас в кресле не возили я вообще ездил на первом сидении всегда вот было классно капец мне нравилось есть на первом сидении в садик вот папа меня возил но те дети которые попали в аварию и разбились например да они просто этого не говорят и мы такие да зачем нужно эти детские кресла знаете нормально все и сапки сейчас говорим да да и без детских кресел прекрасно что все смотрите живы здоровы но просто те кто умерли этого не говорят и те кто не знаю там старчались например тоже этого не говорят и мы можем при помощи денег дать лучшие условия для себя для своих детей и все носить какую-то удобную одежду не которые после первой стирки будет в катышках этих можно учиться получается еще раз учиться ищите то есть нужно не останавливаться да то есть то есть в мире себе всегда тебе всегда хочется большего в мерседесе ездить пиздец чем в вагончике согласен согласен а думаешь вот чувак который например у тебя укладывают плитку он не хочет ехать мерседесе он ездит на приори так и чё как плохо да да а я вот на жигулях вчера ездил я видел это стоит если например на приоре он попадет в аварию вот с тобой у него будет как лобовое столкновение печальный день да то у тебя сильно больше шансов выжить например да и оставить лицо еще в хорошем состоянии все может немножко там будешь потертый такой но не беда и даже все благодаря деньгам получается что так и пока ты например ни о чем не думаешь весь такой ся лайтовый кайфовый до укладываешь плитку хорошо и просто ни о чем не думаешь ну и замечательно и пока ты молодой наверно все прокатки энергии полно вообще классно сюда но когда тебе будет лет 45 такой опа чудо колени уже не те все и надо по ходу срочно что-то лапками делать как-то нужно кода помощника себе искать да надо же взять себе под мастери и обучить его под себя но вот эту всю хуйню с обучить его под себя ты должен был пройти лет в 25 уже понятно что никого обучать под себя не надо все и ты такой и ты начинаешь в 45 лет тестировать какие-то гипотезы детские совершенно вообще не имеющие не имеющие отношения с реальностью говори вот это и вот тебе подходит тебе уже 55 ты получил 10 лет кого-то предпринимательства а еще тебе надо там инстаграм и завести еще какие-то социальные сети уйдачу я буду говорить на публику я никогда не говорил вот ой мне комментарии плохое написали и все тебе так тяжело будет стартануть вообще там 45 ну конечно будут какие-то там кто у нас там киевси там полковник сандерс там еще кто-то и нам всех пример приводит но их вообще ни хера нету ну и скорее всего мы все не стивы джобс и не полковники сандерс и да и ебашить было бы неплохо братан уже с молодых ногтей и всякие стивы джобс они так и делали на самом деле вот и нам бы тоже если ты хочешь чтобы у тебя потом чего-нибудь было да то это не так я сейчас по кайфу до 40 лет поработаю плиточником да а потом вот я все сделаю если мне надо быть да хер там плавал ничего ты не сделаешь утопи 25 этажей вот это будет прикольный опыт у тебя согласен да сделай вот это облажайся там утопи баржу вот там захвати сквер вот те капец вот те классный опыт все дела разрушить что-нибудь лишнее все вот это красота и тогда ты как-то более-менее начинаешь в жизни ориентироваться тебя со всех сторон укололо такой и ты уже такой бодренький как бы все понятно вот и можете на модели просчитывать все такое но когда тебе полтинник например да какие модели ты собрался просчитывать да все обратно поздно поезд ушел а чё мне было по кайфу все такое я помню как это давно я смотрел евро news и там я помню аминь про я помню в америке была какая-то забастовка и там была официантка и она говорила она старая официантка американская старая конкретно и она говорит у меня маленькая пенсия там я всю жизнь проработала официанткой типа и у меня вот типа как мне теперь и жить поэтому а все по-моему вообще разумно ты всю жизнь нихера не делала ты всю жизнь ходила и просто разносила еду это простой навык тебя могут могут легко заменить все никаких проблем если ты какой-нибудь управление с высшего звена например ты востребован капец тяхер за тяхер заменят то есть даже если руки ноги не будут работать и будет работать только голова конечно ты нужен все равно и даже если не можешь принимать уже такие крутые решения современные у тебя как управленца с многолетним стажем если действительно не сидел просто на жопе ровно на ведре как право бы многие себя до если действительно крутой управленец то у тебя все равно есть прямо фундаментальные знания ты мог ты знаешь как определить человека не знаю врет не врет ты знаешь как от собеседовать ты много чего знаешь вот это вот внутренняя сущность человек ты знаешь прямо как вытащить из него вообще и ты будешь все равно ценные вообще. Тебя в какой-нибудь фирме могут пристроить например, консультантам, чтобы ты молодым какой-то фундамент мог внедрять и все. Ты будешь всегда востребован. А извиняй, если ты вот плиточник сейчас, да? Ну, хер тебя кто возьмет. Представляешь, какого количества больше пяти человек за последний год, которым 50+, просились на работу. Ну, так или иначе, я же со многими общаюсь. И я понимаю, что он бесполезен. А ты уже не возьмешь его, да? Он мне не нужен. Он мне просто не нужен. То есть, он человек хороший. Все нормально. Он мне звонит. Он мне говорит, Рувим, как я хорошо с тобой познакомился. Мы там-то где-то пересекались. Я там могу вот это, вот это то. А я понимаю, что он просто абуза для моей компании. Я даже не могу простейшие ему доверить, потому что он уже не может. То есть, и все. Я понимаю, как ему печально. То есть, и это вот, ну, прямо мини. Так и что? Делаем с пирожником? Нет, ну, как бы, вот это этап. Ну, это этап. Ну, на мой взгляд. То есть, если ты там, но не думаешь, как тебе стать руководителем направления, как ты не думаешь, как тебе делать там еще что-то, как ты не думаешь, что систему настроить и прочее. Ну, это печально, я согласен. Это просто очень печально. Это сложно. Серый, вообще брать на себя ответственность суперсложно. Чем отличается обычный человек от бизнесмена? Бизнесмен умеет брать на себя ответственность. Поэтому я и спросил, какого хрена я с самого детства? То есть, у меня не было такого, чтобы мне мама купила майку лет 14. Я не знаю, что такое. А про попрощение, у меня его нет. Вот. И как бы, ну, как бы, когда мне кто-то говорит, то есть, тебе же это пришло все. Тебе вот эта ответственность, она же пришла каким-то образом. Да нет, она у меня так-то всегда была. Это этот... Кстати, по-моему, у меня слабый звук разный, помни? Нет, я просто чуть ближе говорю. Пам-барам-бам-бам-бам-бам-бам-бам. Никто не знает. Понимаешь, вот ты сейчас рассказывал там все. А сколько времени ты на видосы потратил? А сколько времени ты учился говорить? А сколько времени ты учился формулировать свои мысли? А сколько времени ты потратил на заметки? У меня 6,5 тысяч заметок. Я пишу постоянно. То есть, хотя я ебаный двоечник. Я пишу постоянно эти заметки. Я пишу постоянно какие-то хер... И люди это не думают. А там типа блогером стать легко. Ты стань. Короче, я точная копия своего папы. Вообще один в один. То есть, вот я прямо... Все как он был, у меня все то же самое. Ты эту модель все равно же. Вообще прям вот все у меня... То есть, ты думал, что я буду боссом всегда? Или как? Да. Просто ты мне в тот начале говорил, что я хочу там 45 лет, 100 тысяч. Короче, типа бегать. То есть, он это же не босс. Нет, главный инженер, это он начальник. А, главный инженер, это все-таки... Да, это начальник. Да, 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 это начальник. Вот, все. Я точно знал, что я буду главным инженером. Все, Игорь, вот я папину модель прям под копирку у меня списано вообще. То есть, вот все как папа... Это лучшая версия папы. Да хер. Ну, сегодня, да. Сегодня, да, да. Сегодня, да, да. Тогда он, батя был на коне. Он вообще, ну, как бы, в 90-е смог там, ну, все там, ну, нарожать и фирму сделать там. И сделать так, чтобы тебя не закопали, получается, и подряды, и деньги были. То есть, мы жили вообще ни хрена не бедно. Все нормально, жили, все хорошо. Не успел, не смог перестроиться со временем? Ну, да, 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 да. Все просто там, ну, компания окончилась. Все, да. Сейчас на пенсии все кайфует там сидит, там огурцы выращивают там. Вот мы у него были там. Все. Кур. Что-то с курями делай там. Яйца достаем, кур. Прикольно. Неопольно. Да, там с кустов можно ягоды. А ты что будешь делать? На старости? Угу. Вообще есть у меня такая мысля, что вообще надо бы как-то этот, как-то жить по кайфу. Вот так вот. И это, наверное, самое главное. Точно нужно создать, чтобы у тебя был пассивный доход. Сто процентов. Точно надо как-то мир посмотреть. Вот это точно. Как мне кажется, счастье у человека, оно все равно в комьюнити. Вот так вот. Жизнь. Стоп, стоп, стоп. Сейчас хочу сказать. Счастье человека в комьюнити. То есть его окружении. Сто процентов. Да, да, да. То есть ты хочешь быть частью какого-то окружения или там? Да, да, да. То есть быть частью какого-то окружения. Быть полезным людям. Это тоже. Но ведь в окружении, то есть ты... Ты не можешь быть неполезным людям. Да, да. Все. И получается у вас есть какое-то поддерживающее такое вот комьюнити. Угу. И в нем ты вот как-то существуешь. жизнь заканчиваешь. Как бабушки заканчиваешь? Жизнь на лавочках достаточно успешно. Вот. Тут так же только, ну, не на лавочке, а как-нибудь по-другому. Вот. Я надеюсь, что у меня будет достаточно средств, чтобы я мог поддерживать свое здоровье. Понятно, чем оно дальше, тем оно больше финансово затратно, да. Надо, вот, опять же говорю, вот, тоже плиточник, да, не работает, например, если ты болеешь, денег не получаешь. Да. Это неправильно. То есть ты должен, ты будешь с каждым годом больше болеть. Вот так вот. А денег меньше не должно становится, денег больше должно становиться с каждым годом, несмотря на то, что ты болеешь. И вот. И поэтому вот, ну, вот эта проблема плиточника так не решается. Она должна решаться по-другому. Человек должен брать и обучаться, чтобы перейти на, ну, жить по-другому. Вот так вот. Ну, это инфо-цыгане, как у них учиться, правильно? Слушай, ну, блин, обучение, это такая штука, которая вот не должна останавливаться, на мой взгляд. Вот никогда, да. Вот я сколько себя помню, начиная от игры в Warcraft, то есть, причем, знаешь, в чем штука? Я, прикинь, мне там, типа, 12-13 лет, даже меньше, я продавал диски с записью своих, и потому что я был топчик, по 333 рубля диски, вдумайся. Со своими играми? В новую рингу. Я топчик был, топ-50 Европы, понимаешь, что это такое? Да, да, да. Ну, то есть, это в смысле, ну-ка, тогда же не было интернета у всех, и получается, мы ставили, мы, короче, записывали во фрапс запись игры, и я у себя в аккаунте сделал, просто вот у меня аккаунт топовый, то есть, ты заходишь, у тебя топ-50, и ты в них кликаешь, потому что, понимаешь, топ-1, топ-2, то есть, мы, короче, у меня и у моего кента Моглова, кого я учил играть, он стал топ-1, прикинь, Европы, и мы держали очень долго этот статус, то есть, и мы разместили там записи игр, вдумайся, и продавали по 330 рублей, я ходил на почту, вот с такими дисками мы зарабатывали неплохо, и просто продавал эти диски, вдумайся, что произошло чуть-чуть позже, чуть-чуть позже я сделал серию по доте 2, вдумайся, и отвезли его в Москву, типа мне лет 16, наверное, я пахал всю, то есть, я пахал все лето, чтобы заработать эти долбаные 4 тысячи долларов, короче, две я, две мой, мой друг, кто у папы взял деньги, такая, прикинь, а я сам заработал, и мы с ним вот вдвоем, компаньоны, поставили этот сервак, такая офигенная, и продавали какие-то там шлемы Баюма, короче, все вот это вот, то есть, ну, в то время, представь, я делался, а потом я понял, прикинь, тут я раз с каким-то хером стал блогером, ну, то есть, как бы, ну, мне даже мысли не было, то есть, про то, чтобы заработать деньги с этим, хотя, оно как-то на подсознательном уровне пришло, то есть, я привык к тому, что я сижу в компьютерном клубе, а сзади 30 человек, пацанов, вот так стоит, и просто смотрит, как я играю, эти фотки покажу, то есть, потому что я уже, прикинь, я там играюсь с топами, как же там всякие там, инсомния, всякие там типы, короче, которые были в этот момент, прям в топе, в топе, помнишь, да, а я с ним играл, понимаешь, да, то есть, грубо говоря, вот он мне просто в ладере попадался, понимаешь, прикинь, короче, вот, и то есть, я привык к такой херне, и, короче, потом бах-бах-бах-бах, и тут я стою на сцене, полторы тысячи человек, прикинь, и я такой, как это произошло, хрен знает, не знаю, как бы, но, но сам факт, то есть, и вот у всех есть вот этот вот, ну, как сказать, вот этот багаж, и вот это обучение, то есть, я помню, как я учился, я, короче, когда я играл, для меня было очень важно сделать вот этот перфект, то есть, лучше всех, то есть, вот я, прикинь, я, короче, я садился, и я думал, так, и сейчас вот этого рабочего, туда, этого, сюда, и потом точно так же, у меня было в стройке, я, короче, я начал, так, я вот это делаю, так, вот это, так, я думал об этом, и сейчас я делаю бизнес, и я каждый день думаю так, я делаю вот так, мотивация того, тому, то, пятое, десятое, это вот так, это расписано здесь, это, короче, здесь вот эти бабки сюда, здесь должно быть у меня быть столько, и я постоянно про это думаю, я худею, сука, из-за этого, постоянно я делаю мероприятие, вот мы сейчас делаем День строителя, даже не представляешь, какая-то нервная херня, то есть, сколько всего закрываться, то есть, у нас есть, у нас в этом году отдел продаж профессиональный, вместе, знаешь чем, с полным скриптом, с аналитикой прошлого года, по дням, я знаю, кто от кого, какая интеграция пришла, кто что, все фигню, то есть, как настоящий бизнес, то есть, если кто-то думает, что сделать мероприятие, это просто в инстаграме собрать кого-то, там, мы сейчас делаем прострой, там, макс, фом, там, форум, ля-ля, вот это все, 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 вот это вот, я смотрю на это, и я умиляюсь, просто умиляюсь, и потом, когда я там прихожу, смотрю, я понимаю, ну какая организация, как это было, это чувство, вот эта вот штука обучения постоянно, есть люди, которые вообще, там, вообще, вот я просто смотрю, общаюсь с человеком, и я понимаю, что он мне рассказывает то же самое, что он рассказывал мне год назад, и мне не по кайфу вообще, я такой думаю, блин, чувак, а что это за год, короче, что ново в твоей жизни за год, и это вот, ну, про уголки, блин, такие тоже все равно должны быть, ну, варианта нет, ну, они должны быть, понимаешь, они будут, а какой порог хорошо, вот сколько нужно, во сколько лет нужно перестать точить угол плитки, ну, в смысле, кто-то должен точить, но не начинать, ну, я точил, знаешь, сколько в своей жизни плитки угол, вообще просто охренеть, как много, типа, время терял, по-твоему, да, согласен, да, да, и мы много времени не теряли, например, говорю, вот когда ты заключаешь, не знаю, там, первый договор на ремонт подключен, да, это все, а знаешь, что конкретно, вот ты правильно говоришь, вы ездили, общались, а у меня попадались ключевые заказчики, бизнесмены, которые меня учили, я вот могу тебе сказать, что вот у меня, вот рост был всегда от какого-то крутого заказа, то есть, вот у тебя крутой заказ, ты, короче, бах, и ты переходишь эту грань рабочего, и ты со мной начинаешь общаться с кем-то, с мужиками, и они тебе говорят, слушай, ну что ты, вот это вот так, вот это, такой, бах, бах, впитал, такой, на турец, вспышка осознанности, бах, следующий этап, раз там, вот, и потом бах, и потом тебе говорят, слушай, ну, короче, вот заказ, вот такой, но ты не справишься, тебе нужен, вот это вот, ты такой понимаешь, такой типа да, и ты просто рвешь, ты просто берешь, иди, ты берешь, нанимаешь следующего ты берешь ты берешь еще одного второго третьего 5 и ты потом понимаешь что у тебя приходит заказ вот я дороже до того что у меня короче грубо говоря одновременно объекте работало больше 30 человек абсолютно разного характера абсолютно с разным бэкграундом салюта сразу и ты у них типа главный пикни ты такой осознаешь это такое понимаю что ногу что у тебя вообще другие компетенции то есть у тебя должны быть не ты ты если ты хороший плиточник или ты хорошим и даже ты хороший универсал таких на таких наверное есть два процента среди мастеров кто действительно хороший универсал их очень мало на такие люди есть я я я знаю таких людей но при этом всем они очень хреновые организаторы и нельзя сказать что я хороший мастер и я сделаю хороший ремонт под ключ до хер там плавал я видел огромное количество хороших мастеров которые считают себя просто они знаешь что то есть чего происходило они начинают самое главное ошибка задирать ценник просто в космос и нет счастливого клиента то с чего мы начинали короче и даже возможно у них отполированы там вот это вот мембрана на полу я реально захожусь об объект у меня тип стоит на моем объекте и моет как и это вот мембрана защитную перед стяжкой как бы блин и знаешь если бы я зарабатывал только с объекта и если бы это было единственным моим доходом и все такое я бы прямо вот прям разозлился то есть ну я я я я переступил это вот это вот перфекционизм это честно сказать я вот слегка разговаривал здесь лёха сидел на твоем месте недавно и он говорит это такая болезнь мастера то есть перфекционизм это большая болезнь мастера то есть кто ее не сможет вылечить тот ну вот тут вот он умрет с этим вот перфекционизм происходит не из-за желания сделать лучше всех перфекцион это невозможно нет жизнь нет ничего даже камни в воде они все разные все мастера в основном я думаю все на самом деле занимаются этим перфекционизмом из-за вот этих вот психологических травм которые нанесли заказчики ты вначале приходишь и делаешь каким-то образом они такие вот как мы с тобой как я к этой этого выходи никогда не показывал идеально ты знаешь у мне нет роликов я говорю что вот это супер идеально но обычно происходит как как я вижу человек приходит на объект делает на объекте что-то заказчик это плохо не нравится плохо переделываю пункт всегда же мы с чем-то сравниваем плохо почему вопросом уж него настроение было плохое и все и человек такой ют нужно учиться парировать это нужно учиться по моему продавать того как ты сделал объяснять как это будет и потому что отчего это происходит заказчик типа ждал другого результата то есть он рассчитывал что будет по одному мастер ему рассказывал что будет мега круто в конце концов получается посредственно и заказчика чувство разочарования и он такой он переносит это мастеру а мастер что дело гейт потому что вы мне мало заплатили не вас но как я вижу причина это уже следствие а причина такая что когда человеку говорят ты сделал плохо он такой такой в себя опа больно и вместо того чтобы начать диалог после этого дела он такой я обижен все мастер ведь я обижен он идет переделывать свою работу дотачивает ему там до идеала эти уголки теперь типа хорошо все теперь хорошо и теперь он следующему заказчику даже которым это нахер не надо будет делать все там вот в идеале запиливать и все такое будет тратить там миллион часов своих и заказчиков других которым уже не надо вот это вот а лучше бы потратить время на то чтобы выяснить у людей что нужно очень хорошо преподает это дело серега гавченко он говорит сначала выясните у заказчика что ему нужно есть четыре вида поверхности узнаете какого типа поверхность ему нужно вот зафиксируйте то и это работайте вот так вот большая часть людей когда получает во первых начале ничего не узнаю что нужно человеку ему нужно только самое лучше откуда знаешь потом когда они получают замечания получают укол такие внутрь себя больно все потом они начинают вылизывать все до идеала даже тем кому это не надо из-за этого они вынуждены поднимать ценник у них у всех все эти звездные мастера с огромным ценником но нихера не богатыми да это это прям бич я прям ценниками миллиард за квадратный сантиметр вот денег нет в конце большой ценник не от того что он много зарабатывает так далее большой ценник он вынужден ставить потому что он на ту же самую работу тратит больше времени и все он вкладывает много своих трудозатрат он дает не знаю там двухсотпроцентное качество когда заказчик максимум видит только 60 процентов даже если даже стопроцентно или 90 процентов нет с халтуришь больше с ней вообще этого не поймет абсолютно вот и они получается делают этот перфекционизм с друг другом соревнуются уже вообще незачем причем что соревноваться другом вообще незачем и заказчиком дают не то что надо и ценник ломят огромный и не могут никого взять себе ни хрена потому что никто то же самое не знаю что за сразу за счет их рисовать и общался с несколькими такими перфекционистами лично они не имеют формулировать мысли они не могут даже донести говорить он просто действительно человек с травмой он с травмой он эти провода долбанный короче укладывает вот так вот и я пытаюсь у него объяснить спросить типа и он не то чтобы обижается на а он это воспринимает как личную кому-то ты сказал ты твою жену то вот он так это воспринимает если ты ему говоришь то есть но и при этом при всем ты начинаешь с ним разговаривать ты понимаешь что уровень осознанности уровень начитанности уровень вообще интереса говорить с ним нет вот ты смотришь его в инстаграме там там просто ну вот прям там красиво там все такое начинаешь общаться лично и ты такой бах такой такой прям расстраиваешься такой прям думаешь вот как так чуть-чуть эфир не получится мне кажется травма прямо детства почему не получится смотреть-то кто будет эфир не знаю ну как бы пускать люди смотрят ну как бы я но это наше мнение я это делаю для себя мне по кайфу ну все как как скажет но так ты хочешь не так что люди не умеют формулировать свои мысли очень часто и это просто меня бесит например они будут это смотреть научитесь формулировать ребят чем могу сказать можете дизлайк даже не поставить не еще путь тем более там нет дизлайков в общем я думаю что еще мы там можем обсудить дальше да что угодно всякие секретные темы кто купит вип-билеты а они кстати за два дня весь прикол я же говорю я работал бы только с випами я бы делал мероприятия только дорогие только для випов они выкупают всегда сразу то есть я прям я заметил эту фигню то есть хотя в и породы первый раз но всегда когда большой ценник или когда что-то еще то есть вот эти люди они прям сразу бах бах а ты типа такой объясняешь ребята у меня на мероприятии а welcome пакет котором целая куча всего мы кормим мы делаем то мы делаем трансляцию 5 10 свет звук шоу короче все дела спикером бабки короче ну то есть все короче то есть мы делаем сложное мероприятие так типа вход пятак он такой от типа блин 5000 ты такой думаешь чувак 5000 ты короче про буха ты ты больше я реально не понимаю то есть но 5000 это вот по московским ценам это смысле сходить один раз в ресторан это если ты вдвоем с какой это вы так не если ты ведешь девушку в ресторан смысле если не дай бог вы еще там выпить и вина а не дай бог вы закажете кальян чек будет пятнашку и так это типа вот смысле вот минимум и тут ты говоришь 5000 и он ты такой и так темир отвечает дорого ведь я так думаю елки-палки как типа как вы хотите то есть ну говорю у меня себестоимость аренды там полтора миллиона только аренда понимать это такой бах и тебе хочется это делать и каждый раз и такой бах а вип все сразу второй день два дня два дня все вип раскуплен сразу просто бах и все мне люди писали он а чё там чуть-чё там свои пакетами еще чё-то видать нет те кто будут на vip пакета можем рассказать второй день как о нем второй день ну блин это уже все у нас отдельный чат все дела вот так жизнь устроена вот это же не я придумал это смысле я скопировал эту модель просто просто скопировать просто понял там типа я покупаю билет и положено например куда-нибудь это такой бах а там короче там звезды там тоси это такой бах такой них красе я пацан сален дворца тут у меня 1 и 2 3 лета захожу короче этап поесть там наступка и карламов короче батруди над сидят просто тупо угорают короче такой мимо такой раз отсоедини столько сил такой раз так такой может быть даже это я живу дворцы это там типа вообще ну короче и вот как бы вот так устроено так что нужно человеку сделать получается после этого эфира зачем он его посмотрел я не знаю блин это он же его он же посмотрит видео злобит смотри на два типа люди делятся первый обесцениваю они считают что они самые им гораздо проще сказать что пиздобол пиздобол как это не его mercedes это короче за это вообще не ему дали покататься такая херня у него там номер московский короче так а он а он из ростова короче понимаешь то есть как бы ну потому что почему в его парадигме жизни невозможно заработать из классом руба честно понимаешь рубежи настройки он же на блоге но и естественно конечно и а когда масса заработал на стройке если чем он ну да ладно да естественно и конечно естественно конечно на влогах то есть естественно как бы вот вот сейчас сижу разговаривали нам миллион за это заплатят естественно хотя у нас не час ни модернизации у нас нет ничего я это понимаешь но это двухходовочка то есть это определенная то чем я сейчас занимаюсь это такая минимум двух а то и трехходовочкой в ней нет в этом видео нет ни интеграции в этом видео нет ни монетизации в этом видео нет ни хера при этом сейчас сидит команда целая куча людей здесь сзади и все такое и все они получают зарплату и прочее то есть как бы ну и где человек думает на юбка ну сто пудов ну как бы его парадигме жизни это обман есть второй тип людей которые прислушиваются и я надеюсь что наши подписчики мои конкрет они прислушаются и что-то поменяет своей жизни к лучшему чтобы хотя бы чуть-чуть наш почему я хочу сказать что чем круче твои окружение тем круче ты сам ну то есть это же какая история если ты короче голодный грубо говоря и рядом вокруг тебя все голодные то даже если там что-то где-то упадет короче ну типа ты это не взят ли получишь потому что но если ты сытые у тебя все хорошо короче и у всех твоего окружения хорошо ну как бы когда что-то там падать ну короче то есть чем круче твое окружение чем круче ты а еще возьмите свой собственный доход вот все что 300 ты зарабатывает ладно короче все про прогнали и теперь возьмите пожалуйста 10 человек из своей самого близкого окружения возьмите примерно вы знаете сколько они зарабатывают примножьте эту сумму и разделите и вы получите свой доход такая история вот на этом надо будем заканчивать потому что вы ровно середина вашего окружения старайтесь всегда быть с людьми которые немножко сильнее вас а это сложно на работу кого мы берем кого берет мастер на работу всегда человека который слабее его от под мастер под мастерия кашель сейчас его научу и он обязан на меня работать всю жизнь это же еще жесть какая-то это просто жуть какая-то просто я в кого я живу выучил а он ушел чё чувак он просто мне тебя оказался ну как бы ну факт это просто но это просто жесть вот и меня все отписка все дизлайк отписка все дела в общем ладно берите людей чем круче люди вокруг вас тем круче будете вы а если вы не способны на это ну блин все ну вот как бы ну ладно что тогда тогда все мудаки увидимся на дне строителя вип-пакете будем травить классные байки всем пока у нас с тобой получился такой разговорчик все поехали жрать